и представьте что пока трете что у вас над головой где-то в полутора метрах такой большой серебристый шар чужно белого света может быть и шара огромный поток энергии появляется бесконечно вашу макушку все ваше тело и через сердце через вот идет в руки идет ваши ладошки вы прямо можете вот почувствовать электричество сегодня прям не знаю как у вас у меня сегодня прям очень плотное поле почувствуйте вот это вот электричество и сейчас ладошки положите аккуратно на глаза можно даже не касаться а вот просто чувствовать и представьте как это серебристо-белая энергия наполняет ваше оргазрение очищает снимает какие-то иллюзии какую-то пелену ваших глаз благословляет вас на то чтобы видеть мир таким какой он есть на то чтобы видеть правду о себе о других людях о вашей жизни благословляет на то чтобы сегодня для вас открылось пространство возможностей того чтобы вы могли разглядеть какие-то возможности для себя и можете представить как ваши глаза начинают светить с этим светом затем переместите ладошки ушам можете касаться можете держать на расстоянии и представьте как энергия от сердца через руки через ладони наполняет ваши органы слухом очищая ваш слух помогая ему приобрести остроту чтобы видеть вернее точнее распознавать слышать правду себе других людях о мире чтобы вы могли услышать возможности для себя сегодня затем переместите ладошки на область горла и у женщин левая рука сверху у мужчин наоборот и представьте как вот это божественное целебное тепло энергию вы направляете свое горло растворяя какие-то зажимы страхи сомнения благословляя себя на то чтобы выражать свою правду нести свою правду в мир и ваше горло начинает светиться затем переместите ладошки к сердцу и представьте как эта энергия между сердцем и вашими руками циркулирует и благословите свое сердце на то чтобы она открылась наилучшим наивысшим для вас образом открылась новым возможностям новым ощущением новым переживанием новой радости вашей жизни и вот эту энергию любви спокойствия из вашего сердца можете как если бы зачерпнуть и вот по всему своему телу ее распределить благословить каждую клеточку своего тела на процветание на гармонию на внутреннюю чистоту и сделайте это три раза положите руки на голову на макушку на то место где вы соединяетесь с этой космической энергией и погладьте себя по голове вы молодцы молодцы что пришли сегодня что решили для себя узнать что-то новое и открыть обнаружить какие-то возможности напишите в чате что изменилось с этой практикой какую разницу по состоянию вы отследили так первую практику мы с вами уже сделали я думаю что где-то минут через 45 плюс-минус как пойдет итак пожалуйста напишите в чат что поменялось с этой практикой это было очень простая практика это еще не тета мы сейчас с вами работали в альфа диапазоне волн но тем не менее могли я думаю многие из вас оценить целебный эффект да прошла голова да могла уйти усталость какая-то боль накопленная приток энергии прекрасно что еще у кого теплолегкость так у кого-то ничего тоже тоже такое возможно наполнение расслабление отлично мне бы очень хотелось чтобы внутри вас каждого сейчас открылось какое-то внутреннее пространство знаете вот ну вот такое вот место местечко определенное куда может зайти информация может могут зайти новые идеи новой энергии чтобы что что-то родилось в вашей жизни вот такой вот вот эта практика она немножко создает создает такое пространство и несмотря вот на вот эту свою легкость самое главное вот что эта практика дает она дает понимание что целебный диапазон вот эти свойства нас исцелять самих себя менять свою реальность очень быстро перестраиваться менять состояние физическое эмоциональное она есть ну в принципе в каждом человеке задача только это освоить и собственно говоря пойти пойти с этим дальше важно пойти с этим к другим людям ну что ж я думаю что мы готовы начать восклицательные знаки если вы чувствуете что все я готов пространство внутри меня открылось я готов готов или готова впитывать я готова меняться что-то принимать свою жизнь новое делать свой следующий шаг прекрасно и мы с вами едем дальше Галина меня уже представила но вы знаете самое главное для меня в моей жизни это не количество сертификатов потому что их накоплено уже ну действительно большое количество вот стены уже можно оклеивать одна технология другая третья то есть и был период жизни когда вот я копила один за одним один за одним эти сертификаты думал что вот сейчас вот еще один и точно вот после этого прям пойдет попрет клиенты встанут в очередь и что-то в моей жизни изменится вот если здесь такие люди вот с таким похожим состоянием когда вы учитесь учитесь копите думаете ну когда же ну когда же оно что-то в принципе хотелось бы больше но что-то не находит и начинаешь еще одну школу еще одну методику еще что-то еще что-то вот у меня такой период был и я обязательно расскажу как как это у меня менялось потому что это важно копить сертификаты можно на самой старости вот но с накопленными вот этими бриллиантами драгоценностями внутренними так и не идти не выйти к людям и к чему тогда это все да к чему тогда это все и сегодня у нас с вами будет несколько практик как я говорила вот альфа практику мы с вами сделали будет тета обязательно практика где-то вот минут через 45 и в самом конце будет еще на бета волнах расскажу я сегодня вам про волны кто еще не в курсе будет еще бета практика поэтому у нас сегодня три совершенно разных практики будет чтобы вы для себя понимали разницу и так тексты у меня куда-то делись картинка ну что ж почему вообще я эту тему взяла почему я ее поднимаю и с ней к вам вышло знакомы ли кому-то из вас ну просто сейчас такая небольшая диагностика ощущение что ваш внутренний потенциал реализуется не до конца вот кто-то уже писал да что вот я инженер задыхаюсь на своей работе да что наверное хочется чего-то еще то есть если задыхает душа просит может быть чего-то совершенно другого но тем не менее вот есть есть какие-то опасения что-то вот начать как это все изменить и есть чувство того что вот потенциал внутренний есть но он как-то не раскрывается вот у меня такой был с самого детства я была очень счастливым ребенком я была вот с детства в контакте с богом я не знаю я рано начала читать я в пять лет там зачитывала с евангелием для меня это все было вот ну настолько естественно настолько понятно а потом там период возросления взрослые там начали свои какие-то картины мира предлагать и я начала внутренне отказываться от своего потенциала от тех возможностей которые я в себе чувствовала и жизнь вот с каждым годом она начала превращаться в кошмар вот просто когда вот отказываешься от чего-то в себе то с каждым днем вот все хуже хуже и хуже и вот это состояние недореализованного потенциала или вообще нереализованного потенциала мне тоже в свое время было очень знакомо потому что можно делать например какие-то социальные успехи у меня экономическое образование у меня два красных диплома по экономике ну разве они меня сделали счастливые то есть когда я там работала с чем-то связанное непосредственно со своим образованием я ни капельки не чувствовала себя счастливой и хотелось в душе чего-то другого и для меня таким одним из таких ответов стал именно тета-хилинг поэтому вот те кто в таком состоянии находятся да в этой ситуации пребывают я надеюсь что у вас что-то откликнется и вы для себя какие-то увидите новые варианты в нашей жизни уже работает с людьми с клиентами и кому было бы интересно увеличить свою практику свой поток клиентов усилить есть такие здесь я думаю что как раз таких вот людей сегодня достаточно много и для вас достаточно важна сегодняшняя тема потому что есть такое понятие знаете вы могли замечать что различные техники технологии они цикличные да то есть например там не знаю десять лет назад все просто с ума сходили по нлп что вот ты не ты не был на нлп ты не не мастер практик еще а да ты лох да и вот чуть ли не пальцем показывали там до этого еще какие-то методики там после этого какие-то методики всегда есть какой-то инструмент который актуальный с одной стороны конечно можно сказать что это определенная мода но с другой стороны мы с вами как человечество развиваемся и например оглядываясь на десять лет назад я четко понимаю что десять лет назад в россии это хилинг вот так бы широко не распространился как он распространяется сейчас то что уровень сознания должен быть так вот те кто ищут расширение своих возможностей да сегодня для вас будет то почему люди клиенты любят это хилинг почему они реально готовы приходить к вам когда у вас есть возможность предлагать этот инструмент да какие чудеса происходят в жизни клиентов и как легко это потом распространяется как сарафанное радио поэтому если вопрос стоит в поиске клиентов расширение своих возможностей то вы наверное в нужном месте потому что как инструмент это хилинг себя показывает очень очень сильно и если таким которые вот сейчас смотрят со стороны слушают думают вот хорошо еве она уже этим сколько лет занимается хорошо вот другим слушателям да там уже какие-то продвинутые магии уже там по 20 лет мастера каких-то технологий а вот мне тоже хочется ну вот я боюсь ну вот или как-то вот ну а кто меня кто ко мне придет кто меня будет слушать кому я вообще смогу помочь есть такие люди что вы чувствуете себя ну вот реально есть потенциал работать с другими людьми помогать другим людям решать какие-то их проблемы просвещать в чем-то есть такие поставьте единички вот потому что для вас это тоже смешняя тема может быть важной что вы чувствуете в себе потенциал работать с другими людьми но вот боитесь да как бы как не стать еще одним тренером однодневкой потому что на самом деле в чем здесь страх мы смотрим на тренинговый рынок то есть не важно вы уже тренер или вы просто со стороны пока как клиент смотрите что мы видим очень много тренеров однодневок то есть вот ну как бы человек из ниоткуда вышел и ушел в никуда такие знаете вот мыльные пузыри на тренинговом рынке их очень много почему так происходит потому что много бывает громких слов но мало громких дел и получается что как бы ну суть достаточно быстро люди понимают люди же не дураки я думаю что вы здесь со мной согласитесь что все равно понимают что к чему и если действительно слова расходятся с делом то тогда этот человек как тренер да как специалист он долго на рынке не не пробывает поэтому это хилинг помогает вот именно устойчивую практику начать не вот эти мыльные пузыри а действительно давать людям результат и дополнительный бонус ну я думаю что наверное проще будет объяснять на каких-то примерах на историях которых уже много накопилось вот из своего опыта могу сказать что многие мои ученики когда проходили такое сертифицированное обучение да как профессию это хилинга что они очень разными профессиями занимались и некоторые из них постепенно начали вот уходить в практику это хилинга то есть никто не мешает вам там работать 8-9 часов на основной работе и потом час-два вечером или там еще по выходным какое-то время заниматься своей практикой то есть получить первые результаты первые деньги первых клиентов первый какой-то опыт первое признание и потом уже спокойно менять насиженное место то есть вот в этом большой плюс в том что не обязательно прямо брать и все и все резко менять поэтому вы для себя тоже можете здесь почерпнуть прошло обучение но к людям выйти не решаясь ну возможно что-то сегодня откликнется да те проблемы корни почему вы еще не решаете это сделать итак коротко мою историю интересно как я пришла в тета-хилинг то есть я этим занимаюсь на самом деле вот в марте уже буквально через месяц будет 4 года то есть я начинала в одиннадцатом году когда тета-хилинг это было как нечто инопланетное никто не знал что это такое в россии там практиков может быть там несколько десятков от силы было клиенты вообще не понимали и даже сама реклама вот хилинга тренинга обучения она просто звучала как сказка но вот на тот момент к тому времени как в мою жизнь вошел тета-хилинг я была как раз таким накопителем различными да там сертификатов знаний практик чемодан свой тренерский активно пополняла но у меня было ощущение что чего-то не хватает вот я как с детства забыла вот это когда ты напрямую связан с богом ты напрямую связан с этой силой что тебе не нужны там 150 книг и 150 тренингов вот это состояние я забыла я начала это активно искать и да пошли какие-то первые результаты там у меня в своей жизни применяла у клиента там потихоньку начали приходить у них пошли результаты но было ощущение что чего-то не хватает и не хватало какой-то вот такой духовный компонент да того как не просто давать результаты но делать это в гармонии со своей душой и в гармонии для души клиента потому что что происходит очень часто из головы люди придумывают какие-то цели и потом долго мечатся и мучаются почему этих целей не могут достичь и тогда знаете всему свое время я увидела объявления тата хиллинги и когда я прочитала описание того что дает эта методика у меня знаете вот такое ощущение когда вот душа душа поет у вас было такое ощущение которое вы что-то читаете услышали видели и прямо вот знаете прямо такое это мое знаете как будто внутри что-то просыпается такое не знаю теплое пушистое и говорит да 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 мне сюда нужно вот прекрасно И у меня было точно так же ощущение. То есть у меня душа в этот момент прямо, знаете, развернулась. Но на тот момент стоимость базового продвинутого курса, так как тренер был западный, соответственно, там евро и так далее, вот в 2011 году просто представьте себе стоимость, вот 6 дней курса была 56 тысяч рублей. То есть это вот, ну, наверное, в 3-4 раза нужно умножить на современные деньги. Ах, у меня таких денег не было, я вам скажу честно. Я в тот момент была еще начинающим, так сказать, специалистом. Я ассистировала на каких-то тренингов. У меня зарплата была там 6-10 тысяч. То есть это вот вообще было не рядом. И ум мне говорил, ну, какой тебе тета-хилинг, да, где-то деньги возьмешь, где вообще это все, то есть вообще это для тебя не рядом. И вообще это нереально, какие-то сказки там обещают. То есть ум мой вот начинал зудеть. Знакомо ли вам вот это проявление ума, когда да, сердце вот хочу-хочу-хочу, интуиция говорит, хочу-хочу, а ум такой, да куда ты, сиди, никуда не ходи, нечего тебе там делать. И так все хорошо. Либо у тебя не получится, либо это развод, это просто там вымогательство денег. Там приедут, деньги твои заберут, уедут, и останешься ни с чем. Не только отсутствие денег. Знаете, состояние ума и состояние кошелька, они очень сильно связаны. То есть вот уже проверено там на себе, на клиентах не один десяток раз. Вот, поэтому деньги всегда только отговорка. Вот, самое главное, что ум говорит, что да ну, так не бывает, таких чудес не бывает. И вот это вот у меня, как вот тут Морфеус, да, в фильме «Матрица», да, вот две пилюли, вот эту или вот эту, что выберешь. И душа в тот момент меня одержала вверх. И очень необычным образом. Деньги как таковые не пришли, но я прошла этот тренинг как переводчик. При том, что у меня нет специального филологического образования, что я по-английски, ну так, ну, два слова могла связать, но чтобы вот так перед группой сидеть и вот в прямом режиме переводить. И это такого не было. Это реально было такое внутреннее совпадение всех факторов, да, что моя душа к этому пробилась. Я прошла это как почек, и в такой эйфории вот эти вот шесть дней у меня сразу на душе, у самой много, ушла какая-то вот такая тоска. Вот это чувство, когда ты чего-то теряешь в себе, что-то упускаешь, не раскрываешь свой потенциал. Знаете, когда с каждым днем, вот до тета-хиллинга не хотелось просто по утрам вставать, там, отдираешь себя с кровати, что-то вроде бы делаешь, но какого-то удовольствия нет. И все чаще, я вот те времена помню, в голове крутился вопрос, зачем мне вообще все это нужно, да, там, для чего такая жизнь, если я не вижу в ней смысла. Знаете, ну, реально такие депрессивно-суицидальные обостроения. Тета-хиллинг это все снял, вот уже само прохождение курса, потому что вот этот внутренний источник, он открылся. А когда в тебе энергия свободно и легко течет, то, собственно говоря, хочется сидеть и радоваться жизни, менять мир вокруг себя. Но это была эйфория шести дней. Потом начался такой период сомнений. Вот особенно те, кто уже, наверное, учился на тета-хиллинге, да и, в принципе, в других технологиях тоже такое может быть. Вот этот вот откат после тренинга знаком вам? Когда вот на тренинге, а-а-а, да, класс, эйфория. А потом тренер уезжает, группа расходится, и думаешь, блин, у меня еще вчера получалось, а сегодня нет. Что за дела? Это был гипноз. Наверное, это все была какая-то подстава. И сейчас, к счастью, другое время, сейчас на 15-й год. Очень много людей знают о тета-хиллинге, много практиков, инструкторов, людей, которые интересуются. То есть в поле уже тета-хиллинг очень сильная, очень сильная вибрация этой методики. Тогда не было ничего. И реально я помню вот это ощущение, когда вот такое чувство, что вот просто вот цыгане перед тобой поплясали, ты вот под каким-то гипнозом был, а потом ты проснулся, думаешь, наверное, мне все это приснилось, все те чудеса, которые я видела. А я их видела немало, потому что я переводила еще индивидуальные консультации и видела трансформацию людей вот как-то здесь и сейчас. И душа, она всегда найдет твой путь. Я в это верю, что когда мы к ней прислушиваемся, она все равно вот эти находят дорожки. И для меня это был очень такой интересный момент, это был очень такой интересный момент собственной исцеления. Вот, я все думала, вот Виана Стайбл, основательница методики, исцелила себя от рака, причем мгновенно, и, собственно говоря, с этого, там, 20 лет назад эта хилинг и начался. Думаю, вот Виане хорошо, у нее есть документальные, там, доказательства, рентген, там, ее ноги и там прочий анализ. Думаю, вот ей хорошо, у нее доказательства, да, вот для ума, а у меня ничего такого доказательств никаких нет. И что вы думаете, душа не замедлила эти доказательства создать? В какой-то момент моей жизни, ну, там, в какой-то из дней у меня вот безумно начал бить живот. И все дальше, все больше, потом пошли какие-то кровотечения, все это дело не останавливалось, я терпела до последнего, потому что к доктору идти тоже особо как-то не хотелось. Думаю, ну, пройдет, мало ли, там, какая-то перегрузка, там, нервный стресс, еще что-то. Вот, боль только усиливалась. Я первое время, вам хочу сказать, да, там, первые пару дней, я не решалась даже себя исцелять. Я помню, у меня был такой период, вот этих сомнений, страхов. Думаю, блин, у меня не получится, я не буду даже пробовать. Но потом, когда эта боль усилилась, я подумала, ну, наверное, можно это использовать такой, с большой пользой. Думаю, сейчас я себя исцелю, а завтра я иду к доктору. И я посмотрю, что покажут анализы и в чем будет результат. И вот тогда у меня будет доказательство, прям как у Виан. Вот, я это так для себя решила, исцелила тот момент. То есть я примерно знала, там, какие у меня диагнозы по медкнижке были в прошлом. Ну, плюс еще посканировала, посмотрела, исцелила. И боль чуть-чуть уменьшилась, но не прошла полностью. Я пришла на следующий день к врачу. И на предмет вот того заболевания, которое я исцеляла, то есть она у меня его не нашла. То есть старый мой диагноз, который у меня когда-то болел, не подтвердился. И она говорит, ну, наверное, у вас вот это. И она называет там какое-то другое заболевание. И говорит, идите, сдавайте анализы. И что вы думаете, я сделала прежде, чем сдать анализы? Ну, это была для меня вообще, наверное, такая игра. Перед тем, как сдать анализы, я думаю, хорошо, вот это еще, давай я это тоже исцелю на всякий случай. Вот, я исцелила, трансформировала это состояние и пошла сдавать анализ. На следующий день прихожу с результатами анализов. Она смотрит анализы, у нее глаза становятся еще больше. Она говорит, так, странно, эти анализы не подтвердились. Сдай-ка ты еще там кровь, ну, там, или еще что-то она мне сказала. Может быть, вот это. И называет третий вариант диагноза. Ну, и что вы думаете? Прежде чем сдать кровь, я еще и вот то, что еще раз она назвала, я еще и с этим поработала. В итоге, через три дня вот этих вот туров анализов, да, и посещений доктора, в платной клинике, я обращаю ваше внимание, что это не просто какая-то контора была бесплатная, это была платная клиника, кончилось все тем, что она просто начала на меня вот кричать. Вот в прямом смысле слова она начала на меня орать. Девушка говорит, вы симулируете, вы абсолютно здоровы, что вы мне голову морочите. А у меня в тот момент боль-то не прекращалась. Я вот и смеюсь, и плачу, я говорю, ну, как симулирую, у меня же болит. В итоге кончилось все тем, что она мне выписала какие-то таблетки, уже просто от безысходности. Я пришла в аптеку, купила эти таблетки. Я помню этот момент, я вот положила таблетку в горло, ну, там, в рот, запила ее водой, и в течение 15 минут у меня вся боль прошла. Боль, и она больше потом никогда не вернулась. То есть это было состояние такое, как сказать, фантомная боль. Я уже потом поняла, почему именно таким путем исцелялась. Изначально было намерение получить доказательство того, что исцеление возможно, там, конкретно для меня, что я могу исцелять. И получилось, я просто знаю себя, если бы у меня боль прошла бы сразу, я по врачам бы не ходила. То есть я бы не сдавала вот эти все анализы, и вот этих документальных подтверждений у меня бы на руках не было. Поэтому боль держалась до последнего для того, чтобы я завершила вот этот квест, который начала. Вот, поэтому у Вселенной очень хорошее чувство юмора. Будьте осторожны со своими желаниями, они реально сбываются. Я вижу, есть некоторые вопросы в чате. Давайте договоримся. Я на вопросы буду отвечать в конце, потому что мы можем сейчас в очень разные темы уйти и потерять структуру, немножко расплыться. Можно трансформировать, в принципе, я не знаю, какое-то состояние или какого-то заболевания, которое нельзя было бы трансформировать с помощью этого состояния. Те или иные технологии, те или иные процессы, процесс может быть разным, то есть где-то может быть с убеждениями работать, где-то исцеление, где-то через ангелов. То есть здесь нужно смотреть индивидуально, но работать можно с любым состоянием, с любым заболеванием. И это еще один большой плюс, почему люди готовы будут платить вам хорошие деньги. Но физическое исцеление для меня лично в тета-хилинге не является краеугольным камнем. То есть в принципе я люблю больше работу со страхами, с сомнениями. Я люблю открывать у людей их истинный внутренний потенциал. Люблю манифестации. Вообще очень интересная вещь. И все это привело к тому, что моя жизнь изменилась. Я начала наконец-то путешествовать. Смотрела Северную, Южную Америку, Индию, Европу. И собственно говоря, не хочу на этом останавливаться. Буду только продолжать. И большой плюс профессии именно тета-хиллера, тета-практика в том, что можно работать с любой точки земли, где есть интернет. Потому что возможно работать с клиентами по скайпу. В принципе, при небольшой практике это получается очень легко, потому что пространства как такового не существует. То есть настраиваешься на человека, и ты его по скайпу чувствуешь, собственно говоря, так же хорошо, как если бы он сидел в твоей комнате. Поэтому вот эти возможности новой жизни, они просто удивительны. То, что дает тета-хилинг. До этой технологии для меня был определенный такой дефицит клиентов, ресурсов. Это такое внутреннее состояние, что чего-то не хватает. Постоянно не хватает, несмотря на количество сертификатов. А тета-состояние, тета-хилинг дал мне реально изобилие работы в путешествиях. И изобилие не просто как денежное какое-то изобилие, а изобилие энергии. Вот той энергии, которую можно превратить во что угодно в своей жизни. Интересно ли вам сейчас такую небольшую практику сделать на то, чтобы получить внутренний какой-то ответ, насколько технология тета-хилинг подойдет именно вам, в вашей конкретной ситуации. То, что, безусловно, вы задаете мне вопросы, как тета-хилинг согласуется с тем-то, с тем-то, с тем-то, я на них отвечу. Я от этого не буду увиливать. Но я всегда люблю и всегда на всех своих тренингах, онлайн-программах, живых тренингах, я всегда ориентирую людей на то, чтобы они искали ответы внутри. Потому что все остальное – это просто мишура. Это еще 20 лет хождения по каким-то тренингам. Поэтому сейчас большая практика на то, чтобы услышать внутренний ответ. Так, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, выдох. И представьте, как над вашей макушкой где-то в полутора-двух метрах такой шар света, может быть, как такой портал в некое измерение цветовое. И эта энергия мощным потоком вливается через вашу макушку, идет по телу вниз, наполняет все ваше тело. И сейчас представьте, что вы ныряете внутрь своего сердца. Прямо можете представить, как это делаете. В поисках каких-то ответов, в поисках внутренней мудрости. И обращаясь внутрь себя, к своему сердцу. Попросите. Прошу через моего внутреннего учителя дать мне знак. Как тата-хилинг может помочь мне в моей жизни? Благодарю. Сделано, сделано, сделано. Покажи мне. И сейчас представьте таким внутренним взором своего учителя. Может быть, это конкретный человек. Может быть, это образ какого-то мудреца. Может быть, это просто облако света. Или какое-то ощущение. У каждого свой процесс. И выслушайте ответ, который идет. Может быть, это будут слова. Может быть, какой-то предмет. Может быть, какие-то картинки, образы прошлого или будущего вашего. Просто будьте готовы своим сердцем получить этот ответ. Я дам вам еще секунд 30 на общение с своим внутренним мудрецом. Благодарите его. Поместите тот ответ или тот дар, который вы получили внутрь своего сердца. Сделайте глубокий вдох. Выдох. И откройте глаза. И улыбнитесь. Напишите в чат, что вы видели, чувствовали. Какой ответ получили. Может быть, какой-то дар. И это была еще не тета-медитация. Это была скорее альфа. Альфа тоже медитация. Был вопрос, кстати, про рейки. Вот в системе рейки мы используем альфа-волны. И у меня были ученики, которые уже мастерами рейк пришли на тета-хиллинг. И очень классный опыт потом дали, что практика еще в разы облегчилась. То есть работа с клиентами стала происходить еще легче. Полный ноль, ничего. Не увидели мудреца или ответ звучит как полный ноль? Ну, это уже задача вашего сознания обработать те сигналы, которые вы получили. В этом, собственно говоря, есть еще такой момент, что альфа-состояние, с которым мы сейчас работали, оно менее глубокое. Уровень погружения меньше, чем тета-состояние. Поэтому в альфа чуть-чуть сложнее получать ответы. Вот не у всех получается. Тета изначально идет глубже, глубже вот как бы ныряешь. И здесь работает для большего количества людей. Отлично. Ну, у каждого свой ответ. Как сказать, хозяин-барин. То есть для кого-то дорога открыта, для кого-то ноль. И это совершенно-совершенно нормально. Итак, с мудрецом пообщались. Кому понравился процесс общения с внутренним своим мудрецом, поставьте смайлики в чат. Делайте это почаще. Это очень здорово. Он живет внутри вас и ждет ваших вопросов. Дар получили мы с вами. Что же нужно, чтобы гаранти... Так, понравилось. Прекрасно вижу ваши смайлики. Я тоже улыбаюсь. Что же нужно нам, чтобы гарантированно получать результаты для себя в первую очередь, потому что надо сначала себе помочь, потом другим людям. И, соответственно, гарантированно давать результаты уже своим клиентам. И для меня тета-хиллинг – это... Ну, знаете, гарантию, конечно же, не даст никто. Но для меня этой технологии во многом все-таки гарантией является. Потому что тета-хиллинг совмещает в себе с одной стороны чудо, нечто такое мистическое, эзотерическое, непонятное, необъяснимое никакими словами, и вместе с тем конкретное научное исследование. То есть я на своих тренингах всегда очень подробно рассказываю научную точку зрения на тета-хиллинг. Сейчас просто я это в очень кратком таком варианте, да, могу... до вас донесу, да, с самой азы. Но на самом деле это не просто вот какая-то эзотерика, что ты просто делай, и у тебя получится. За этим есть определенная, скажем так, научная основа. Вот даже того состояния науки, в котором оно сейчас находится. Наука у нас все-таки несовершенна, и не на все еще вопросы она у нас смогла ответить. Но, тем не менее, уже из того, что есть, можно обосновать и науку, то, что происходит через тета-хиллинг. Эта технология родилась вот уже 20 лет назад практически, и основательница, да, чудо – это то, что пока не поняты науку. Я вот тоже так думаю. Поэтому такое вот... Тета, оно на таком хорошем пересечении, да, что, с одной стороны, его уже можно объяснить, хотя бы как-то, а с другой стороны, еще такой огромный простор для чудес остается. Примерно 20 лет назад с этой замечательной женщиной, это американка Виана Стайбл, она с рождения обладала определенными, ну и обладает, слава богу, определенными способностями, и она долго тернистым путем шла к тому, чтобы начать работать с людьми, вплоть до того, что... Вот знакомо вам, что когда не идешь своим предназначением, вот может быть не у вас, может быть в окружении вы видели, или у клиентов такое было, что ты когда от своего предназначения отказываешь, с тебя начинает жизнь бить по голове. Сначала она начинает бить через деньги, как ни странно, потом начинает бить через отношения, и когда человек совсем не слышит, вот ему тук-тук, а он не отвечает, то тогда бывает, что уже подкашивается здоровье. И очень часто вот такие программы самоуничтожения, вот рак, например, с человеком происходит, как некий такой урок, некий посыл, так вот, у Виана была такая же ситуация, она в книге, кстати, подробно об этом описывает, что диагностировали рак, и ничего не помогало, там какие-то временные улучшения, и, ну да, это действительно очень такая долгая история, ну, порча, я не верю в порчу на самом деле, это отдельная история, как бы те клиентами, с которыми я видела, у которых я видела так называемую порчу, потому что это в принципе можно диагностировать, диагностировать по полю. Это скорее не порча, это наличие внутренних неэффективных программ, которые притягивают извне какое-то влияние. Иногда это самопроклятие, иногда это самопроклятие ваших предков. Ну, это тоже такая отдельно глубокая тема, но, вот, ну, поверьте, не бывает так, что на вас кто-то что-то навел, и оно без вашей воли прямо у вас там внутри проявилось. Значит, есть какая-то внутридверца, которая позволила войти внешним влиянием, да, в том числе действительно это могут быть и ментальные вирусы, могут быть конкретные воздействия. Но мы с вами опять немножко удаляемся. Так вот, с Вяной произошло чудо. Она уже к тому времени начала работать с людьми, и делала это достаточно успешно, там, через разные, там, практики, и мануально она с ними работала, как терапевт, массажист, травами лечила людей. Вот, но в итоге все пришло к тому, что однажды к ней пришел некий такой процесс, как можно исцелиться. И она этот процесс сделала, и с тех пор она совершенно здорова. То есть я была у нее на тренинге, видела ее совершенно живая, здоровая, прекрасная, веселая, все в порядке, ходит без никаких. Хотя вот ее снимки, вот, времен той болезни, да, она рассказывала, что когда на их врачам показывают, они говорят, что этот человек давно должен был умереть. Вот при таких анализах, при таких снимках. И к ней начали подтягиваться люди, потому что, ну, видели эти ее результаты, начали просить об обучении, чтобы она передала то, чем она владеет. И так постепенно тета-хилинг стал расти, как технология. Он стал обрастать такими, ну, скажем так, разными направлениями, разными ветками. То есть вот я вот прям на тренинге рисую дерево тета-исцеления, и там вот, ну, несколько ветвей, там, пять, пять или семь, да, вот направлений, с помощью которых тета-хилинг работает. Коротко, вот буквально, вот это хилинг дает, то есть что такого целебного, необычного он дает вам, когда вы с собой работаете, вашим близким, потому что многие, ну, вообще, если так подводить итог, то люди приходят в тета-хилинг в нескольких случаях. первое, это помочь себе, ну, как такой инструмент самой помощи, потому что, например, есть люди, которые очень занятые, есть, там, не знаю, предприниматели, публичные люди, которым не всегда хочется какие-то внутренние вещи выносить на, ну, на публику, на работу с кем-то еще, да, и, ну, конфиденциальность какая-то супер нужна, или просто хочется вот, чтобы этот инструмент работы с собой был всегда. То есть первый вариант приходит, чтобы для себя пользоваться инструментом. Дальше приходит очень много людей, которые приходят для себя и для своих близких. Для детей, там, неважно от возраста, там, для совсем маленьких, крошечных, там, молодые мамы приходят, для взрослых своих детей, для какой-то помощи, вот, просто близким людям, чтобы чувствовать себя нужной. За этим тоже приходят люди. И третий момент, когда люди приходят конкретно за профессией, либо у человека уже есть опыт в других практиках, он уже состоялся, и ему нужен еще один инструмент, чтобы более точно работать, точно-точечно работать с другими людьми, то, что, по сути, каждый новый инструмент, каждая технология, она добавляет, там, про 10-15 к эффективности того, что вы уже делаете, потому что у вас спектр, ну, палитра, вот, ваших инструментов все больше. И также приходят те, которые в процессе поиска себя, которые чувствуют себя потенциал работы с другими людьми, и нужен инструмент, который просто освоить, из которого просто начать. Потому что уже после тренинга вы можете выходить в работу с людьми, да, ну, проработав в себе какие-то страхи, сомнения, потому что если они есть, то тяжело это идти. И одна очень классная штука, одна из очень классных штук, да, за что клиенты готовы платить, и которая дает очень быстрые результаты, это обучение чувствам. Мы можем обучать клиентов чувствам. Однажды ко мне пришла на консультацию женщина, ей уже, ну, я не знаю, наверное, лет за 60, ну, то есть так уже в возрасте, у меня училась ее дочь. И дочь свою маму прямо вот не силком ко мне на консультацию привела, потому что несколько лет назад она потеряла своего любимого мужа, с которым они много лет прожили, вот, душа в душу. И, знаете, вот бывает такое, что человек как бы умирает вместе со своим любимым. То есть просто вот такой отказ от жизни полный. То есть вроде ходит, вроде разговаривает, вроде человек, но в то же время вот внутреннее полное опустошение. И мы с ней сделали несколько процессов, в том числе и загрузку чувств. То есть обучили ее, как это чувствуется жить без депрессии, как это чувствуется радость и так далее. Много-много других разных чувств. Что вы думаете? Через несколько дней ее дочь позвонила мне и говорит, Ева, большое тебе спасибо. Она начала наконец-то улыбаться. Она начала смеяться, она начала играть со своими внуками. То есть у нее начали появляться эмоции. То есть это реально вот очень быстрая вещь. На что это похоже? Да, вот кто еще с тета-хилингом не знаком? Это, если приводить пример, это очень похоже. Вот если тот же самый фильм «Матрица» вспоминать, вот помните, они там вот программы, ну как вот штырь вставили, на компьютере какую-то программу запустили, и человеку бамс, там пошли загрузки. В тета-хилинге то же самое, потому что тета-состояние это состояние основного сна. Когда мы уходим достаточно глубоко, наше тело спит, но такой мост образуется между сознанием, ну вот мыслями, то, что мы можем осознать, и нашим подсознанием. И это состояние Творца, потому что вот, ну, если осознанные сны кто-то практиковал или слышал, мы во сне можем в таком осознанном делать все, что угодно, там перепрыгнуть, там создать какой-то объект, там встретиться с кем-то, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это состояние Творца в нашей жизни. Конечно же, в реальности прямо вот так взять, не знаю, 10 метров перепрыгнуть вряд ли получится, потому что есть определенные материальные ограничения, есть временной буфер, но по сути и по скорости работы это то же самое. Ну вот простой пример. Есть у вас какое-то дело, какой-то навык, которому вы хотите научиться, например, я не знаю, там английский язык выучить, или освоить, не знаю, там какое-нибудь рисование, может быть, вышивание крестиком. Для меня таким, одним из новых моих практик, увлечений, танцы явились. Я давно хотела этим заняться, но все как-то не решалось. Есть у вас вот что-то, какой-то навык, который вы хотите освоить, какое-то дело? Ну, напишите, пожалуйста, если это не секретно, чтобы я могла примерно на вашем языке. Пока я себе расскажу, я собралась с духом и пошла... О, танцы, прекрасно. Вот я как раз танцы рассказываю. Собралась с духом, пошла на вечеринку. Я вам скажу честно, я в этом плане немножко бревном, потому что по состоянию здоровья до 16 лет я вообще никаким спортом не занималась. У меня тело вообще ничем не занималось. У меня с координацией просто труба, на меня мячик летит, я его поймать не могу. А уже что тут говорить про то, чтобы, не знаю, в ритм попадать, еще как-то при этом красиво выглядеть, то есть для меня это было немножко запредельно. Я думаю, а что тут такого? Я же что-то хилер, я же все могу. Дай-ка пойду попробую. Я пошла на эту вечеринку, там сальса, бача там танцевали. Сначала я присматривалась, ну, как бы, что происходит, как люди действуют. И пока я в ожидании, так сказать, пока меня кто-то пригласит, находилась, я себе загрузила несколько чувств. Например, как это чувствовать, чувствовать ритм, чувствовать своего партнера, там, я не знаю, слышать музыку, как это чувствуется, не знаю, там танцевать без страха. Ну, кучу-кучу, там я уже сейчас конкретно не помню, но вот просто они шли потоком. И что вы думаете? Я себе загрузила эти чувства. Меня как-то вдруг резко начали приглашать, причем партнеры, которые уже нормально танцевали и могли мне объяснить, ну, для головы какие-то азы. Я получила огромное удовольствие. Я не могу сказать, что я прямо сейчас начала танцевать прямо вот с ничего, но я сейчас могу, не знаю, в 3 часа ночи встать, меня может торкнуть, включить себе музыку, там, видео урок поставить и начать продолжать изучение. Потому что у меня уже получается, у меня тело уже знает вот это ощущение кайфа от того, что оно делает и оно хочет продолжать, продолжать и продолжать. То же самое с языком. У меня очень много клиентов приходят именно на английский языки. Даже другие тета-практики, тета-инструкторы приходят с таким запросом. Почему? Потому что я уже рассказывала, что у меня у самой язык он активировался немножко необычным способом. Я до тета-хиллинга свободно на английском не разговаривала. Вот, это с помощью тета у меня вот эти загрузки прошли, поэтому я других людей в плане языков также могу легко проводить. Обучив чувству, например, как это чувствуется разговаривать без акцента, говорить без страха, сделать ошибку, как это чувствуется, понимать логику английского языка, ну и так далее, и так далее, и так далее, то есть множество чувств, которые нужны. Вот здесь было про умение зарабатывать деньги, но это комплексный навык, то есть я поняла, поняла ваш запрос, здесь не только чувства нужны, но чувства, например, если вы ставите себе цель, ну допустим, я не знаю, 100 тысяч в месяц зарабатывать, или там 500 тысяч в месяц, я не знаю, ваших финансовых целей, но у вас, например, ваши родители там максимум 30-ку в месяц зарабатывали, и вы сейчас, допустим, максимум 30-ку зарабатываете, оставите цель, допустим, на полмиллиона, то вы не знаете, как это чувствуется, иметь полмиллиона в своей жизни ежемесячно, у вас нет такого опыта, у вас тела, поэтому, когда мы ставим цель красивую, и начинаем идти вперед, но чувства внутри нет, возникает вот этот внутренний такой диссонанс, когда глаза закрываешь, визуализируешь, потому что, ой, как здорово, как классно, там полмиллиона в месяц, да, вот как бы летаешь в этих облаках, сайда целевые, крутишь, да, там, как Сделанд пишет, или там, ну там, любой техникой работаешь, а потом ты открываешь глаза, видишь свою обшарпанную, допустим, не в обиду сказано, вот просто абстрактный пример, да, какую-то обшарпанную, не знаю, там, квартиру или комнату, или открываешь глаза и видишь, что ты сидишь вообще на нелюбимой работе и там даже не пахнет тем, о чем ты только что грезил, то тогда возникает вот этот, как сказать, внутренний диссонанс, внутренний конфликт, что внутри вас на части разрывает, и никуда человек не двигается в итоге, и крутит он эти слайды, крутит, визуализирует, приговаривает себе, я самый там богатый, замечательный, но в жизни ничего не меняется. Здесь не только чувства нужны, но и чувства в том числе. Вот очень хороший вопрос про забеременеть. Здесь также могут сработать чувства, но вот конкретный пример из практики могу сказать по поводу работы с программами. То есть это пример моего коллеги, может быть, знаете, слышали, Алексай Венга, такой известный инфобизнесмен, достаточно, у нас с ним несколько совместных проектов в интернете сейчас, и вот его история. Его дочке, Алиса Алексеевна, ей вот буквально годик исполнился. Она, кстати, стала моим самым юным клиентом. Я с ней работала, когда ей было 4 месяца. Самый юный мой клиент, и когда ей было полгода, она пришла ко мне на тренинг. Самая юная моя ученица. Ну так вот, Алекс со своей супругой был в браке уже там где-то 3 года, хотели детей, но детей почему-то не приходило. Как говорит Самалий, процесс, конечно же, приятный, но хотелось бы еще и результат. И как раз тогда в его уже жизнь вошел тета-хиллинг, и он с этим запросом пошел на одну из раскопок, на тета-работу. И вспомнил программу, вспомнил свое детство, когда у него родился младший брат, что он в своем детстве принял решение, что у меня никогда не будет детей. Потому что когда он был маленький, родился брат, все внимание родителей ушло на другого новорожденного человечка. И он еще, будучи маленьким, принял вот это решение, что дети – это зло, у меня никогда не будет детей. И что вы думаете? То есть это извлекли как негативную, неэффективную программу и загрузили программу «Я продолжатель рода». И через 9 месяцев родилась Алиса Алексеевна, очень замечательно светлый ребенок. Поэтому с забеременеть тоже можно и нужно работать. Давайте я вам покажу, как диагностировать у себя наличие той или иной программы. То есть кому актуальны плюсики, те, кто уже делает это практик, вы в принципе уже умеете. То есть чтобы научиться распознавать в себе эти программы. Есть они или нет. Потому что вряд ли Алекс просыпался каждое утро с мыслью, что фу, я не хочу детей. Скорее наоборот, сознательно мыслить «А когда же, когда же?» «Хочу ребенка, хочу уже ребенка». Но то, что в голове – это одно, это очень маленький процент. А то, что у нас в глубине, в подсознании – это уже совсем другая история. Как можно их распознавать, эти программы, доставать из своего подсознания? В этом нам помогает наше тело. Потому что у нашего тела есть электрическое поле определенное, электромагнитное поле. И когда что-то для нас является истинным, то наше поле усиливается. Когда что-то для нас является ложным, наше поле ослабляется. Вам сейчас нужно сделать следующее. Так, давайте я сейчас попробую как-то. Это устроить. Так, вам нужно встать. Лицом на север, если знаете, где у вас север. Ну, я вот так вот встану. Потрите ладошки, еще немножко свою энергию разгоните. Чуть-чуть себя можно даже погладить изнутри. И представьте, что вы в спальном мешке и снизу вверх такую молнию закрываете. То есть, делаете свое поле целостным. Ноги чуть уже плеч, стопы параллельно, как если бы вы на лыжах стояли. И максимально расслабьте тело, можно немножко встряхнуться. И сейчас закройте глаза и произнесите вслух. Это мое «да». И почувствуйте, куда ведет тело, да, вот первый импульс. Если у вас сейчас все в порядке с полярностями и достаточно воды в организме, то у вас качнет вперед. Возвращайтесь в исходную позицию. И это мое «нет». Если вас качает назад, то все в порядке, корректно тест работает. То есть, таким образом, когда для вас что-то истинно вас будет качать вперед, когда нет – назад. Ну, давайте, например, попробуем. Там деньги – это зло. И отслеживайте, куда вас качает. «Допустим, у меня есть способности к языкам». «У меня есть способности к танцам». Так, это под ваши запросы. «Я могу получить все, что хочу в этой жизни». Если я буду богатой или богатым, я потеряю семью. Если я буду богатой или богатым, я потеряю здоровье. «Моя бедность служит мне». «Я богатый». «Я бедный». И давайте еще какую-нибудь клятву проверим. «Я поклялся быть бедным» или «поклялась быть бедной». «У меня есть обед безбрачия». Ну и достаточно, возвращайтесь. Итак, что интересного обнаружили? Этот метод используется в различных техниках, технологиях. Наше тело лучше ответчика. Оно всегда знает, что у нас там внутри происходит. Бывает, что у кого-то могло быть, что там, да, наоборот, или тело вообще никуда не начает. То есть здесь могут быть разные варианты. Начиная от того, что сильно тело заблокировано, то есть много очень блоков, разрешайте себе. Обычно, не знаю, когда люди ходят, например, на консультацию, даже такие зажаты, то как-то в поле консультанта расслабляются и тестируются корректно. Либо воды может не хватать в организме. Так. Все по кругу. Поклялась быть бедной, но я такого не помню. Ничего удивительного, что вы этого не помните. Я сейчас про клятву расскажу. С ними вообще очень интересно. Если буду богат, останусь без семьи. То есть, ну, это ваше убеждение. То есть, если на это тело сказала «да», значит, это в глубине сидит. Я сейчас поясню, почему мы можем не помнить тех или иных вещей. Откуда вообще берутся программы и откуда могут расти клятва. Четыре уровня убеждений, с которыми мы работаем в тета-хиллинге. Первый уровень – это уровень вашей текущей жизни. То есть, это может быть очень раннее детство. Вы его, в принципе, тоже можете не помнить. Также это могут быть поздние, ну, более поздние годы, да, или там буквально вчера вы могли дать такую клятву. То есть, такое может быть. Это самый верхний уровень убеждений. С ним, в принципе, работает там, не знаю, психотерапия. Вот. Но у меня лично нету пяти лет, чтобы лежать на кожаном диване и это обсуждать. Потому что мы можем, конечно, убирать программы, которые только из этой жизни, только из этого опыта. Но, к сожалению, есть программы, которые корнями идут гораздо глубже. И те из вас, кто в теме различных практик, те для того не секрет, что есть и прошлые жизни, и параллельные жизни, и чего только нету в наших жизнях. Поэтому второй уровень, с которым мы работаем, это уровень генетических программ. Потому что, если, например, какая-то трагедия была у ваших предков, ну, это классический пример, то же самое раскулачивание. У меня на живом тренинге, на демонстрации, вот не так давно это было, работала женщина, в группе показывала пример работы с убеждениями, и она вспомнила жизнь своей, ну, видимо, бабушки, вот этого вот раскулачивания. И вот она прямо вот оттуда, ну, такая регрессия произошла в жизнь своего предка, и она прямо оттуда очень детально рассказывала, что происходит. И было видно, как меняется состояние, меняется там тон голоса, насколько сильно вот шло погружение. Почему так происходит? Почему опыты наших предков так сильно влияют? Потому что мы связаны ДНК со всеми нашими предками. И весь опыт, который проживал с нашими предками, он зашит в нашем ДНК. Хотим мы того или не хотим? Как позитивный опыт, который можно доставать оттуда. Если у вас были успешные танцоры, для тех, кто хочет танцевать. Если у вас были люди, у которых были способности к языкам в роду. Если у вас были люди, которые были успешны в бизнесе и хорошо зарабатывали, там, не знаю, купцы какие-нибудь, или еще что-то. Это тоже можно доставать из своего рода. Но, к сожалению, очень много и проблем вот этих программ негативных оттуда сидит. Поэтому один из вариантов, почему вы не помните ту или иную программу, она может быть родовой в том числе. Третий уровень, с которого мы вычищаем программы, это уровень прошлых жизней. Их было огромное количество. В разных воплощениях. Не всегда человеческих. Не всегда в этих цивилизациях. Их очень много. И очень часто проблемы, они идут еще именно оттуда. У меня однажды была клиентка, у меня даже где-то отзыв дальше есть, ее на слайдах потом покажу. Тоже с темой денег пришла. И она уже была обеспеченная, весьма обеспеченная. Но, говорят, когда реально крупные контракты, вот уже просто еще плюс один нолик, то есть это там, ого, какие контракты, то у меня что-то внутри прям сдувается. Вот не могу. Начинается какое-то сопротивление и вот рассадывается вся эта ситуация. И мы с ней пошли в эту работу. Она ко мне на индивидуальную консультацию пришла. И она вспомнила одну из прошлых жизней, в которой там была какая-то пиратская тема. Ну, что-то с пиратами связано. И там было очень много крови, каких-то там страданий. И у нее запечатлелось такое решение внутреннее, что деньги – это кровь. И когда мы это выгрузили, эту программу, очистили ее от этого старого бремени, то она, во-первых, сразу почувствовала облегчение. У нее сложилось в голове, почему она родилась именно в это время и прошла еще и 90-е, в которой она тоже крови достаточно насмотрела за эти деньги. И потом, через какое-то время, например, вот так и так. Деньги просто теперь пошли, некогда отдохнуть. То есть у нее в несколько раз объемы ее бизнеса увеличились. От одного убеждения, вот где-то из прошлой жизни. Ну, разве оно вот так вот просто в голову придет, что деньги – это кровь? То есть в том прелесть это состояние, что мы не придумываем. Мы погружаемся, и подсознание само показывает те ситуации, те моменты, в которых сформировалась причина, сформировался корень. Система убеждений может быть двойной. И я богатая, и я бедная, то есть одновременно может быть, это нормально. Это, знаете, такое состояние, это может быть в разных темах, и в плане денег, и я люблю себя, и я не люблю себя. И это такая внутренняя какая-то непредсказуемость, что вот в один момент ты себя чувствуешь хорошо у тебя, и деньги все прет, ты себя чувствуешь богатым, счастливым человеком, а потом у тебя что-то переключает, и вдруг начинаешь себя чувствовать самым несчастным существом. Это иногда бывает из-за двойной системы убеждений. Дальше поехали. С чем еще ты-то хилинг путает? Что очень важно завершать клятву обетообязательств. Вот кто-то говорит, да, у меня есть обето или клятва, вот то, что сейчас тестировали, но я не помню. Из прошлых жизней, вот особенно те, кто к духовному росту тяготеет в этой жизни, почти наверняка клятва бедности, почти наверняка клятва обет безбрачия. Ну, возможно, вы их чистили до этого. Но, в принципе, каждый, ну, я не видела противоположных примеров, каждый человек, который сейчас стремится к поиску бога, да, к какому-то духовному, такой духовной в своей жизни. В прошлых жизнях и не раз был монахом, монашкой, адептом каких-то разных там культов, религий и так далее. И давал обеты безбрачия, обеты нестяжательства, обеты аскетизма. И вот иногда вот даже чувствуют люди, что вот только-только у меня вот там, например, любовь наклевывается, так тут же у меня что-то внутри обрубается. Или только-только вот сейчас финансово что-то там готово пойти, и вот тоже обрубаются. Потому что есть когда-то данные клятвы, что я принадлежу богу, например, да, или что деньги, что я отказываюсь от денег в пользу бога. И получается, что или-или, или то, или то. Но, друзья, зачем себя ограничивать? Мы можем быть и изобильными, и быть с богом одновременно. И сейчас такое время, когда люди, почему вот я так активно этот хилинг пропагандирую, что сейчас люди готовы к тому, что готовы к изобилию, готовы к восприятию того, что бог, эта энергия, она и есть изобилие изначально. Что вот, когда мы ее пропускаем, мы именно изобилие открываемся. И не только денег, но и всего остального, отношений, любви и так далее. Поэтому клятвы, обетообязательства нужно чистить. Как определить, что у вас есть какие-то клятвы, обетообязательства косвенным путем? Вот представьте, что вы, ну, такой, знаете, поводок на шее, и он на резинке. И вы ставите себе какую-то цель вперед, и первые шаги вы делаете резво, а потом в какой-то момент начинаете вот все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Не знаю, в бизнесе, в отношениях это может быть, не знаю, там, в воспитании детей, в, там, не знаю, в излишнем весе, там, в работе со своим телом, в каких-то навыках, не суть важна. То есть сначала так резво начинаете, потом все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И в какой-то момент бах, вот как бы вот этот резиновый поводок натягивается, и вас еще, возможно, даже дальше отбрасывает, чем та точка, с которой вы стартовали. Вот такой вот, такой характер движения, когда в какой-то момент ты натыкаешься на преграду, и тебя вот назад отбрасывает, это признак наличия клятв, обетообязательств. Вот, ну и совершенно точно различных неэффективных программ. Потому что за одной клятвой бедности или за одним обетом бедности может стоять сотня программ, что деньги – это зло, что богатые попадают в ад, что бедному никогда там не попасть в бай, что суета – суета, и так далее, и так далее, и так далее. Могут быть клятвы. По поводу похудеть, ну, очень коротко скажу, потому что на самом деле вот за 4 года практики очень много, здесь можно вот с вами очень долго об этом рассказывать, но просто короткий пример, что из опыта женщин, которые за стройностью, да, обращаются над этой темой, работают, очень часто бывал, вот, ну, то, что у меня, по крайней мере, да, какие люди ко мне приходили, что вес очень часто связан с насилием, иногда с физическим, в прямом смысле слова, иногда с каким-то эмоциональным, с каким-то ощущением, что вот мир слишком такой для меня невыносимый, я не могу так больше, то есть мне тяжело в этом мире, и какое-то внутреннее принятое решение, очень часто я никогда не буду доверять мужчинам, вот это такое клятво самой себе, как, знаете, как зарок такой внутренний, это тоже вот к этой теме относится, приводило к тому, что женщины начинают вот накапливать вес, как защита, как защита, да, то есть это может быть знаком таких клятв, обетов и обязательств. Что еще к нам в тату-хилинге, то что мы работаем с генами, причем начиная от того, что мы вычищаем программы на генетическом уровне и заканчивая тем, что, например, сын моей учительницы, моего мастера по тату-хилингу, когда ему было лет, наверное, 12 или 11, он изменил себе цвет глаз, с кариева на зеленый, ну, он ребенок продвинутой мамы, и изначально такая душа очень высокого плана, и когда она у него, слушай, а как ты это вообще сделал? Вот, ну, не в один день, да, но за там, за две или три недели то есть постепенно глаза менялись. Он говорит, а ты знаешь, я пошел по своей родовой линии, я нашел предка, у которого цвет глаз такой, какой мне хочется, я просто его ген у себя активировал. То есть просто и элегантно. Дети, кстати, тату-хилинг осваивают в разы быстрее. У меня даже пятилетние дети умеют, пятилетние дети моих учеников умеют загонять всяких там духов и чистить пространство. Они этому очень быстро учатся. Так вот, тату-хилинг помогает нам возвращать ценные гены, активировать у себя, активировать ген молодости и красоты. Мы это на тренинге делаем. Многие люди там курить бросают, молодеют после этого. То есть это такой прям нарядный пример. Что еще мы можем делать с генами? Заместительную работу по генам делать, потому что иногда какие-то генетические заболевания идут. Например, в утробе матери мама курила или алкоголь принимала, и ребенок родился уже с какими-то дефектами. То есть с этим можно работать. Потому что это, еще раз напоминаю, это состояние творца. Мы можем перезаписать вообще любую реальность. Вот такой еще момент, ну коротко, да, или будут возвраты. Смотря с какого уровня вы это делаете. Если вы на корневом уровне, то есть ту программу, тот обед, который прямо вот в самом, как сказать, в самом низу лежит, то тогда возврата нет. Иногда что происходит, да, люди себя не докапывают, других не докапывают, если не идут в глубину. То есть увидели какой-то верхний слой, верхний слой сняли, у человека какие-то изменения пошли, но они потом вернулись. То есть такое тоже бывает. Поэтому чем глубже идете, тем прочнее изменения. Вот, возвраты не обязательно совершенно. И пятый элемент, мой любимый элемент, элемент, который мне столько, не знаю, столько счастья подарил. Это манифестация. И как раз к теме отношений это тоже может иметь отношение. Что такое манифестация? В тета-хиллинге и в других технологиях манифестация – это проявление чего-то в нашем физическом мире. Материальных объектов, каких-то обстоятельств отношений и так далее. И тета-хиллинг позволяет манифестировать с очень высокой вероятностью, где-то 80-90% сбычи желаемого. Если сюда еще добавить работу с убеждениями, то до 100% это все дело доходит, если это искренне желание человека. Как это работает? На чем пример привести? Давайте на деньгах, например, понятнее всего. Один из примеров удачных манифестаций был, таких прям очень интересных, когда ко мне обратился один мой клиент – бизнесмен. И его работа связана с тендерами. То есть они подают пакет документов, если они выигрывают тендер, то они получают заказ. И фишка в том, что после того, как они эти документы отдали, от них уже ничего не зависит. То есть там большая воля случая. И у него был очень важный тендер, там, по-моему, миллионов на 8. То есть приличная сумма для бизнеса, для его небольшого бизнеса. Это очень значимый был контракт. И он обратился за помощью. И мы начали манифестировать. Потом, как сказать, вот это состояние видно. То есть когда человек манифестирует, и манифестация не проходит, то есть это чувствуется сразу. Обнаружили у него несколько как раз программ, неэффективных убеждений, которые мешали. Я уже не помню, какие точно там, что-то с ответственностью связанное, с принятием вот этой ответственности. То есть страх какой-то ответственности был, насколько я помню. Мы сначала расчистили вот эти программы, потом сделали манифестацию, а не выиграли этот тендер. То есть легко как пить дать. С долгами. То есть у меня были варианты, когда возвращали человеку долг, то есть человеку были должны деньги, и должник исчез. После манифестации должник с изменениями возвращался, возвращал эти деньги. Тоже была очень крупная сумма. Были случаи, когда у человека долговая яма, валютный кредит уже серия, 6-7 лет тянулся, который не уменьшался, а только рост. С Украины клиентка в долларах кредита, а зарплата в гривнах. Ну, можете представить, что это такое. Неважно, в принципе, в России или в Украине. И после сеанса работы с ней, один тоже был сеанс, кредит, конечно, не рассосался, он никуда не делся, но произошло чудо в том, что банк сам позвонил и предложил перевести кредит из валюты, из долларов в гривны. И это значит, что у нее наконец-то появился шанс хоть когда-то с этим кредитом рассчитаться. Вот такое маленькое чудо. То есть, я не говорю, что прямо вот рассосется и банки забудут вашу кредитную историю, но по мере возможностей такое может произойти. Сколько сеансов нужно? Это все очень индивидуально. Я вам скажу, что здесь три важных элемента, чтобы это сработало и сработало быстро. Первый элемент – это наличие веры. Я думаю, что здесь, в принципе, практически у каждого человека эта вера есть. Вера в Бога, вера в некую энергию, в источник, как угодно это называйте, это не суть важно, в некую силу, которая что-то может изменить в этой жизни. Это раз. Второе – это искреннее желание этих изменений. То есть, знаете, не просто из головы придумал, ой, а что бы мне миллион долларов на голову бы не упал бы. Так не работает. Когда искреннее желание, то тогда оно исполняется. То есть, это второй компонент. И третий компонент – это некая, знаете, покорность, что ли, я не знаю, смирение. Слово «добрать эпитет», но это такое внутреннее состояние, когда ты принимаешь вообще любой результат. Потому что, когда ты с позиции «дай, дай, дай, дай», вот к «досиле» обращаешься, не с позиции, что я твое любимое дитя, я хочу это в свою жизнь, а «дай, дай, дай», и вот начинаешь внутри ножками топать и «дай мне срочно», то тогда, как правило, тоже не срабатывает. Вот те случаи, про которые я вам сейчас рассказываю, на все на них потребовался один сеанс. Но я вам хочу сказать, что там колоссальная работа была самих клиентов, то есть то состояние, которое у них есть. Вы можете ко мне прийти на диагностику, могу вам сделать диагностику, и я примерно вам смогу описать, сколько сеансов может понадобиться. Но здесь не всегда есть гарантия. То есть, я не могу сказать, что всегда это может сработать, потому что здесь разные факторы бывают. Иногда человек приходит и говорит, я хочу вот этого, а потом начинаешь с ним работать, и он говорит, нет, я на самом деле этого не хочу, и он просто от своей цели отказывается, потому что она не настоящая. Приходит и говорит, хочу замуж, мужа хочу, а потом начинает человек себя слышать и понимает, что не нужен ей муж, ей и так все хорошо, и она такая счастливая становится от этого. Да, такая внутренняя готовность. Еще один такой пример был, это вот тоже из разряда чудес, с манифестацией у клиентки пропали документы, учредительные документы, и под угрозу вообще весь бизнес поставился. Но настолько сильное было желание, ну, там не только желание, там еще, конечно, необходимость была, потому что она была очень ограничена по времени. Но там очень долгая история, в общем, коротко, да, то есть входные данные, то есть полное состояние отчаяния, уже не знала, она не знала, куда деваться, и почему-то она верила, что я смогу ей помочь. Ну, собственно говоря, так оно и получилось. Мы с ней манифестировали, и в течение вот этих двух-трех дней документы нашлись, причем на том самом месте, где, как она говорит, я уже 150 раз искала, смотрела, перекладывала, они просто появились из воздуха. Такое тоже бывает. Потому что что по сути есть манифестация, это перемещение в параллельную реальность, в котором все то же самое, но еще и в вашей жизни есть. Да, и скрытая выгода есть, поэтому здесь все индивидуально. Я не хочу вас обнадеживать и сказать, что, ой, ну знаете, вот один сеанс, и у вас все будет в шоколаде. Я вам честно говорю, что сеансов может быть по-разному и по-разному. То есть вот на этом остановимся. И, конечно же, манифестации помогают приобрести отношения. Есть те из вас сейчас, кто хочет найти вторую половинку, не знаю, выйти замуж, кто хочет новых, может быть, клиентов или бизнес-партнеров. То есть у меня такое было, есть, я на этом уже собаку съела. В плане клиентов я вообще не знаю, когда чувствую, что у меня там время есть дополнительно и желание еще там пару человек взять в работу. Я просто манифестирую, и эти люди приходят. Что касается бизнес-партнеров, вот тот же самый Алекс Айвенга. Когда-то это был как, не знаю, как небожитель для меня. Но если кто-то знает, кто-то может быть, знаете, не знаете. То есть один из, там, в пятерку самых успешных, известных инфопредпринимателей нашего российского интернета входит. И я когда-то на него смотрела, думала, блин, вот как круто было бы совместно какие-то проекты делать, совместно вебинары проводить. И что вы думаете, через три месяца, после того, как я вот об этом подумала, ко мне на почту пришло письмо приглашения. Я прошла там жесточайший из 113 кандидатов. Я прошла в самый-самый финал. И с тех пор мы с ним провели несколько проектов, там десятки совместных вебинаров, тренингов. Продолжаем сотрудничать. И, собственно говоря, вот так оно работает. Но я бы хотела с вами поделиться еще и тем, что манифестировать можно свою родственную душу. Ну, это как бы свежие-свежие такие впечатления. Потому что я 4 года над этим экспериментировала. Дорогие друзья, я на этом просто съела собаку. Я таких шишек набила. Но удовольствия, конечно, тоже очень много получила от этих поисков. Но, как сказать, удовольствие удовольствием, но хочется и каких-то таких результатов. Так я вам точно могу сказать, что вот все, чего вы хотите, вы можете достичь. Потому что у меня была манифестация такая случайная на родственную душу, да, и неполная. Человек пришел не совсем подходящий. Но потом, в конце концов, я поняла, как именно нужно манифестировать родственную душу, чтобы она действительно совпадала. И, собственно говоря, такой человек совершенно недавно пришел в мою жизнь, чему я очень счастлива. То есть если кто-то сейчас чувствует и видит, слышит поле, то вот вокруг меня просто сейчас огромная такая подушка энергии, вот у меня просто вот сейчас все искрит в буквальном смысле от энергии, которая меня пополняет. Поэтому абсолютно реально, абсолютно реально манифестировать себе новые бизнес-обстоятельства клиентов, как я уже говорила, партнеров, просто друзей, просто людей, которые поделятся с вами какими-то знаниями, опытами, да, потому что, ну, чтобы начать что-то новое, да, вот хочется на что-то опереться, на какие-то знания. Все это возможно. Если к этому дать работу с убеждениями, к этому добавлять загрузки чувств, то это хилинг позволяет создавать вообще абсолютно любую реальность, которую вы пожелаете, ту реальность, в которой вы готовы. Есть конкретный человек, но не созрел. Манифестировать конкретных людей не получится. Есть свободная воля, свободный выбор другого человека и манифестировать, что я хочу, чтобы Вася в меня влюбился, вы таким образом нарушаете, взламываете волю другого человека, как бы в тета-хилинге такое не проходит. Можно, конечно, заворожить, там, приворожить какой-нибудь магией, не знаю, приворотное зелье сварить. Я лично этим не занимаюсь и вам не рекомендую как бы аукнеться потом в десятки раз. Поэтому здесь есть свои тонкости, я вам еще расскажу, как с этим можно работать. Итак, буквально несколько слов. Вот я писала такие базовые, там, помимо этого, еще очень много инструментов, возможностей, которые в тет открываются. Вот, буквально несколько слов о том, как лучше всего погружаться в тет-хилинг. Тет-хилинг. Первое, с чего, да, такая первая ступень мастерства, это ощутить на своем опыте. Что такое тет-хилинг, да, там, помедитировать элементарно. Мы сейчас прям сегодня с вами это сделаем. То есть первая ступень у вас уже сегодня натнется, кто еще до этого не касался. Вторая ступень, когда вы получаете личный результат, неважно, на каком-то курсе, в индивидуальной работе, то есть вы уже начинаете понимать, как это может работать в вашей жизни, насколько вам это близко, насколько вам методика это нравится, насколько она именно вам дает те результаты, которых вы хотите. То есть это вот личный результат получить. Третья ступень мастерства, когда вы уже понимаете, что да, мне нравится, для меня работает, это дает мне результаты, я хочу освоить это профессионально. И тогда вы приезжаете на живой тренинг и получаете сертификат тета-хиллера, то есть вы проходите обучение как профессию, вы сертифицируетесь, это уже профессионально, после этого вы со спокойной совестью называете себя тета-практиком и можете работать с другими людьми. На мой взгляд, мой личный взгляд, беда некоторых людей, что перепрыгивают вот эту ступень, что они сразу там где-то помедитировали, ой, нравится, 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 и потом сразу бегут на живое обучение, получают профессию, но не факт, что потом вот так вот легко с этим работают. Поэтому лучше не перепрыгивать. Сертифицированное обучение, во-первых, стоит денег, это стоит вашего времени, это вот базовое продвинутое, это 6 дней, ну, чтобы вот так уверенно себя более-менее чувствовать с клиентами. Деньги, время, ресурсов и желания требует очень много. Если вам это нравится и вы продолжаете движение дальше, то вершиной, так сказать, мастерства выше такой ступеньки является то, что вы уже можете обучиться стать инструктором тата-хиллинга и нести эти знания другим людям. Ну, это уже вот, когда вы чувствуете в этом звание. Куда ехать? Смотря куда, смотря, к кому вы собираетесь ехать, потому что здесь вопрос не только в том, не знаю, там, куда ехать, но на мой взгляд всегда важнее человек, чем методика. Поэтому я вам рекомендую, инструкторов по тата-хиллингу много, там, в разных странах. Я вам рекомендую выбирать того человека, с которым вы чувствуете резонанс. Вот к такому человеку можно ехать хоть на край света, в любой город, в любую страну. Вот. У меня были случаи, когда ко мне люди вписывались в мою группу, после того, как там на живой встрече ко мне подошел мужчина, говорит, «Ева, можно я вас за руку подержу?» Говорю, «Ну, подержите». Он подержал за руку, он что-то там считал свое, и говорит, «Да, я приду к вам учиться». То есть, вот, когда вы чувствуете резонанс с человеком, вот тогда стоит учиться. Если не чувствуете резонанс, то как бы это будет бесполезно. Если говорить обо мне, мои ближайшие тренинги будут в Воронеже, я сама живу сейчас в Воронеже, люблю свой город. В апреле будет в Воронеже. Планирую в Москве, не знаю, когда пока что, но я думаю, что будут в Москве. Плюс, я всегда открыта к разным городам, я могу приехать практически в любой город. Крупный город, любой миллионник в России, СНГ, и любой другой страны. Вот, прекрасно, дорогие друзья, Василияна, для вас все возможности открыты. Мы с вами еще и в одном городе живем. Но давайте уже к практике. Давайте уже к практике. Я вас сейчас не агитирую идти на живой тренинг, друзья. До живого тренинга еще нужно все-таки созреть. Не надо этого брать за, как сказать, ломиться куда-то. Давайте уже попробуем на себе, на своей шкуре, да, что такое, что такое тета-практики. Так, сейчас я отвечу. Кто еще не тета-медитировал? Буквально несколько слов. Все, что вам нужно, это просто следовать за моим голосом. Кто-то будет видеть картинки, кто-то будет ощущениями, кому-то будет казаться, что ничего не происходит. Все нормально. Вот какой бы у вас не был вариант. Просто доверьтесь процессу. Специальных каких-то знаний, навыков не нужно. Просто расслабьтесь, примите удобную позу. Ну, я на стуле, честно, у меня сейчас столько энергии, я не могу сидеть на стуле, поэтому я сяду в позу лотоса. Вы садитесь как удобно, можно делать даже стоя. Стоя, я люблю еще медитировать, потому что потоки энергетические, я лично стоя чувствую лучше. Вы там для себя принимаете любой позу. Главное, чтобы руки-ноги не были скрещены, вам было удобно. Можно лежа, но лежа рискуете уснуть. Я предупреждаю, потому что тело очень сильно может расслабиться, с непривычки можете уснуть, лучше сидя. Или полу-лежа, ну, как-нибудь так, чтобы совсем не... А то пропустите весь кайф. Тело перезагрузится, а мозги не поймут и скажут, что я приходила в бинар, ничего не поняла. Итак, закрывайте глаза, делайте глубокий вдох, выдох, еще раз глубокий вдох, выдох. И сейчас представьте, как из самого центра земли энергия матки земли поднимается вверх, входит в ваши стопы, поднимается по ногам все выше, входит у женщин у мужчин вниз живота, поднимается вдоль позвоночника вверх, мягко и бережно открывая энергетические центры один за одним. Освобождает ваше горло, голову, и над макушкой образует прекрасный свет. обратите внимание, какого оттенка этот шар. И сейчас представьте, что свое сознание вы погружаете внутрь этого шара и начинаете легко и непринужденно подниматься над своим физическим телом, над своим населенным пунктом, над своей страной. Для вашего сознания нету каких-то ограничений скорости, поэтому за пределы атмосферы Земли проходите через всю солнечную систему, движетесь через все, выходите за пределы Вселенной, попадая в полосы яркого и тусклого света. проходите их, как множество слоев этого яркого и тусклого света, затем, как яркий золотистый свет. Затем вы погружаетесь в разноцвет желеобразную субстанцию, она мягко обволакивает вашу сферу, словно вода, переливается различными формами, оттенками, цветами. Продолжайте движение в этой субстанции. Пока в какой-то момент впереди вы не представите прямоугольник жемчужно-белого света, похожий на дверь. и войдите в эту дверь. И сейчас вы целиком в пространстве жемчужно-белого света. Это энергия безусловно любви. Та энергия, из которой создавалась, создается и будет создаваться наша реальность. Та энергия, которой вы принадлежите праву своего рождения. Ваша сфера растворяется, вы просто есть в этой энергии. и мысля тебя обратитесь к этой энергии со следующими словами. прошу активировать мой разум, мое сердце, мой центр действия, сбалансировать их между собой, сгармонизировать с моим божественным предназначением, чтобы открыться высшему проявлению сотворения. Прошу очистить мою энергию от всего того, что мне не служит и наполнить мое тело физическое, эмоциональное, духовное, ментальное силы. Благодарю. Сделано. 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 Покажи. И сейчас представьте свое тело словно со стороны. Как будто бы через макушку словно пылесосом вытягивают из вас все то, что вам не служит. Какие-то темные сгустки, усталость. и потом через макушку у вас вливается этот жемчужный белый свет, заполняя все пустоши теле, физическим, эмоциональным духом, обняв вас энергией. И сейчас обратите внимание на три точки в своем теле. Первая область третьего глаза это центр мысли, ума. Вторая область вашего сердца и третья под пупком это центр действия. и вот этот жемчужный свет наполняя ваше тело помогает этим центром раскрыться, светиться все сильнее наилучшим для вас образ. Балансирует их относительно друг к другу в единый такой прекрасный аккорд. внутреннее звучание вашей силы. Энергия снизу от земли входит в вас питает нижний центр. Энергия космоса через макушку входит питает верхний центр. И продолжаясь эти потоки встречаются в сердце. почувствуйте сейчас, что вы связаны и с небом и с землей одновременно. И вся энергия, вся радость, вся любовь этого мира открыта для вас. и позже для каждого этот процесс идет наилучшим, наивысшим, безопасным для этого человека образом. И еще секунду 15-20 на это ощущение. И те из вас, кто хочет усилить это состояние, представьте, что впитывая вот эти потоки, вы начинаете расширяться. Ваше энергетическое поле расширяется до размеров вашей комнаты, затем всего вашего дома. Энергия поступает из бесконечного источника, и вы расширяетесь до всего своего населенного пункта, всего своего региона, всей своей страны, всего континента, всей планеты. И вы сейчас можете почувствовать, что вы соединены с каждым, с каждой формой живого существа на этой планете, что любое зло против вас, и любое добро, которое вы делаете кому-либо, это добро по отношению к самому себе. и так же вы сейчас можете почувствовать, что в этом мире ничего бояться, когда каждый человек, каждый предмет окружен этой безусловной любовь. И сейчас снова в шаре своего сознания возвращайтесь через макушку, скользите вниманием по телу вниз, и направляйте свое внимание к центру земли, снова поймайте стопами вот этот поток, который входит в вас, земной энергии, энергии безопасности, радости, нахождения в форме человека, радостью проживает телесный и физический опыт, поднимите эту энергию до самой макушки, сделайте глубокий вдох, выдох, и откройте глаза и улыбнитесь. Ох, аж искра из глаз. Как ваши ощущения? Очень важно поделитесь пожалуйста в чате чем для вас стала эта практика? Я взяла такую достаточно серьезную практику, ну из ощущения того, что здесь собрались подкованные люди и в духовном плане готовые к проживанию различного опыта. будет ли запись это вопрос к нашему гостю, к нашей гостеприимной хозяйке, я надеюсь что будет. Итак, аукнитесь, вернулись ли вы к ваше ощущение? Да, запись делаем прекрасно. Иногда если какие-то были не такие ощущения кололо, жгло и так далее, это признак того, что в этой части тела есть энергетический блок, с ним просто нужно работать. Отсутствие тела, действительно это вот такой момент присутствует. Знаете, чем мне еще нравится этот химминг? Это вот из разряда секретов профессия, что вы можете хоть по 10 клиентов в день принимать, хоть по 20, если у вас там короткие сессии. От этого не устаешь, потому что ты работаешь не своей личной энергией, ты не изнашиваешься как-то тряпка, а каждый раз человек получает энергию от источника, от своего собственного внутреннего источника. Поэтому ты как консультант, как тета-практик, не устаешь, и это очень здорово. Поэтому я не устаю работая с клиентами, не устаю проводя вебинары. Если в тета-работе, что очень не хочется кушать, то есть немножко как бы такое, но вот после вебинара просыпается аппетит. Такое бывает. Слезы счастья. Я рада, что этот источник открылся. Спокойствие, умиротворение, ощущение в теле легкость. У каждого свои ощущения, кто-то прям до духовного экстаза, кто-то очень легко кажется, что ничего не происходит. Это не суть важная, изменения все равно происходят. Я всегда привожу на вебинарах, вот это реально харизматийные просто уже слова. У меня однажды мой ученик, который проходил сертифицированное обучение, молодой человек, часто бывает, что у мужчин включаются шаблоны, он все шесть дней за мной ходил и говорит, Ева, я ничего не чувствую, тут у людей мурашки, у людей розовые единороги, я ничего не чувствую, может быть, я не вхожу в это состояние, может, со мной что-то не так. Он прекрасно входил в это состояние, но он его просто чувствовал. И у меня после семинаров люди, мои ученики в специальных скайп-чатах находятся, чтобы обмен опытом происходил, отвечая на их вопросы, поддерживая всячески. И однажды он пишет, что ой, такой сегодня день занятой, три клиента сегодня у меня платных на татахилинг. И тут у всех вот прям, знаете, слышно было в чате просто челюсти дзынь, говорит, Саша, ну как же так, ты же говорил, что ты ничего не слышишь, не чувствуешь, вообще никак для тебя это не проходит. Он говорит, он сказал вот фразу, которую просто можно вот татуировкой сделать, он сказал, исцелять это не мешает. Поэтому даже если вы пока что не чувствуете на уровне физики какого-то глубокого экстаза, это может быть от того, что там тело немножко еще там где-то заблокировано. Но изменения есть, изменения есть, их видишь по себе, их видишь по клиенту. Глубокое погружение. Да, мне тоже понравилось, мы сегодня с вами глубоко полетали, я надеюсь, что у вас в душе что-то тозвалось, потому что то состояние, в которое мы входили, вот за что еще этот хилинг, за что его любят клиенты, за что его любят ученики, нет ощущения, что ты что-то чужое изучаешь, что ты просто вспоминаешь то состояние, которое было у тебя всегда, которое кто-то по каким-то разным причинам забыл в себе. И вот открыть этот источник, вот цене этого я не знаю, я не знаю, потому что когда этот источник открывается, уже человек начинает своим путем идти. Да, где-то он приходит на тренинги, да, где-то он ищет поддержки, но он начинает идти своими ногами по пути своего сердца. Для меня это самое важное, как бы я начала это делать самостоятельно, и я искренне желаю этого вам. Я пока что с вами не прощаюсь, связаться со мной через Галину, вот, связь, связь поддерживайте, все мои пароли, явки, координаты она вам даст, но я с вами пока еще не прощаюсь, у нас с вами будет еще одна практика на заземление, в самом конце мы с вами еще сделаем. Сейчас я вам хочу рассказать, да, пишите, пишите Галине, она нас с вами соединит, и по поводу консультации, по поводу живого обучения, если вы чувствуете, что вы прям уже созрели, ради бога, через Галину вы это сделаете, собственно говоря, вы меня всегда можете найти, то есть я ни от кого не прячусь. Запись получат те, кто зарегистрирован. Прекрасно. Сейчас у меня к вам вот такой вопрос, то есть кто из вас хотел бы не просто вот вспомнить, но еще и эту силу, вот то состояние, которое вы сейчас почувствовали, не просто абстрактно чувствовать и кайфовать в этих полетах, а использовать для того, чтобы эта сила помогала вам создавать все то, что вы хотите в своей жизни, чтобы эта сила, эта любящая сила помогала вам не знаю, получать подарок, получать тот опыт, который вы по-настоящему хотите, проживать свою жизнь любя, в радости, играючи. Прекрасно. И у меня для вас есть возможность из разряда второй ступени мастерства, из разряда получить свои собственные результаты, чтобы отпали вопросы там, а сколько надо, а где, а как, а что. в марте, 10 мая, то есть еще у нас время есть подготовиться, стартует моя онлайн-группа, называется она «Основы манифестации» или «Как заказать желание во Вселенной со скоростью интернет-магазина». Это про то, чтобы не просто абстрактно чувствовать эту энергию, а про то, совершенно конкретный земной навык, как вводить энергию тонкого плана в материальные объекты. В материальные объекты, не знаю, там, в отношениях, клиентов, встречи, в доход, во все, во все что угодно, то есть ту реальность, которую вы хотите для себя создать. Это будет не запись, это живые мастер-классы по интернету. В неделю у нас с вами будет по два мастер-класса, по вторникам и по четвергам, и так три недели, то есть шесть мастер-классов. Объясняю, почему я беру такой формат. Некоторые тренинги проводят, когда там интенсивом, два-три дня подряд. Это тоже вполне имеет место быть. Но здесь я хочу, чтобы у вас образовался конкретный навык. У тех, кто для себя это хочет, те, кто примет решение пойти. Для этого нужно время. Поэтому мы с вами будем заниматься некоторой периодичностью, чтобы у вас слоями шло углубление, шла практика, приходили вопросы, приходили ответы, приходили результаты, приходили победы, приходили обязательно возможные поражения, чтобы вы сразу набили маленькую шишку и получили большой подарок. Что в программе курса? По вторникам у нас вебинара погружения. Это примерно где-то 70% теории и процентов 30 практики. Они очень нужны, потому что есть правила, принципы, подводные камни, которые нужно знать, прежде чем идти в практику. Иначе можно дров наломать. Ничего страшного в наламывании дров я тоже не вижу. Просто приятнее, когда ты уже это делаешь осознанно. В смысле, хороший результат в свою жизнь приводишь. На этих вебинарах погружения мы с вами конкретно будем разбирать, как соединять мощь своего сознания и подсознания. То есть, как работают манифестации. Я прям квантовую физику. Какие программы мешают нам массировать? Это программы боли, страдания, ничтожности. Прямо по чек-листам будем проверять. Те программы, очень много коллективных программ, которые мешают нам творить и созидать свою реальность. Те программы, которые нас держат рабами и внушают нам то, что мы ничего не можем менять, что система там против нас. Очень много различных степеней давности программ мы с вами будем исследовать. Бонусная тема, как тратить деньги на пустой шоппинг. То есть, перевернет ваше представление просто о том, на что мы тратим деньги и как делать так, чтобы получать много, а тратить мало. Ну, или тратить тоже много. Обязательно подводные камни и правила безопасности, которые нельзя нарушать. Я вам говорю, я столько шишек набила, я их вам не желаю. Поэтому я честно расскажу все то, что работает, что не работает и как лучше не делать, чтобы вы учились как сказать, плохому на чужом опыте, а хорошему на своем. это по вторникам. По четвергам у нас с вами вебинары практикумы. То есть, здесь уже будет процентов 80 практики, процентов 20 теории. Сто процентов практики не будет, потому что просто порвет. Я вам честно говорю, потому что огромные массивы энергии прокачиваются. Мы с вами будем уже конкретно работать, не просто поговорить о чем-то, а уже трансформировать вот эти программы, блоки, страдания, вот то, что мешает творить, созидать. Обязательно, прямо в первый же четверг разберем манифестирование в соответствии с вашим типом личности, потому что это большая иллюзия, что все люди манифестируют одинаково. Есть люди, которые, знаете, с рождения вот на раз просто вот человек подумал, у него сбылось. Может быть, кто-то из вас такой, может быть, в вашем окружении есть такие люди. И когда вам говорят, что, ой, слушай, ну вот у меня на раз получается, ты тоже сможешь на раз, это немножко не так работает. Я сама от природы не являюсь манифестатором. То есть у меня вот на раз никогда не проходило. Я этому училась осознанно, прорабатывая, проходя определенные вещи, открывая в себе эту способность. Поэтому те, кто уже манифестатор, они тоже могут большие плюсы получить. Но если у вас пока на раз это не проходит, то у вас это будет особенно полезно. И прямо мы по четвергам будем брать конкретные темы манифестации материальных предметов. Не знаю, я начинала с еды. Мне было по кайфу. Я тренировалась на еде. Не знаю, шоколад дорогой килограммами, хурму ящиками. Не знаю, вот до сих пор иногда по старой памяти каком-нибудь нет-нет-нет-нет-вкусняшку манифестирую. Приходит приятно. И, конечно же, манифестацию родственных душ. То есть манифестации связаны не только с отношениями, но манифестации связаны вообще в принципе с другими людьми. То есть это и клиенты, и партнеры, друзья. в общем, манифестацию как предметов, так и манифестации связаны с людьми. То есть там есть определенная разница, определенная тонкость. И обязательно, конечно же, не только прорабатываем программы, но и загружаем чувства, десятки чувств, которые нужны, чтобы вернуть свою способность творить. Это еще не все. Что еще вас ждет? Во-первых, никаких домашних заданий не будет. То есть чувство вины не ждите. Я не хочу вас его культивировать. Вся практика сразу на мастер-классах. Это примерно два с половиной, я думаю, часа каждого занятия. То есть вы результаты, вы практику получаете сразу. Да, вы потом в жизни тренируетесь, пробуете, смотрите, но каких-то домашних заданий, которые вы будете не успевать сделать, за это не переживать, их не будет. А уже учиться по-новому, без чувства вины. Дальше. Кому важно в любое время дня и ночи получить ответ на какой-то свой вопрос? Вечером я планирую в 19.30 начинать по Москве. Записи будут. Так что если вдруг у вас это как-то не стыкуется по времени, записи будут. И причем я вам хочу сказать, что в записи работают точно так же. Я специально разрабатывала технологию тета-медитации, которые работают в записи. Поэтому я как в этой медитации делаю там определенные вещи, чтобы они работали и в записи тоже. Поэтому проверено уже не раз, не первая моя онлайн-программа. Даже если по какой-то причине вы будете слушать их в записи, то тогда такой же самый эффект будет. Так вот, для тех, кому важна поддержка 24 часа 7 дней в неделю, будет скайп-чат, в котором я и мои ассистенты смогут отвечать на ваши вопросы, не знаю, давать какую-то обратную связь, где вы можете обмениваться впечатлениями друг с другом. То есть это не просто пришел, послушал, ушел, это определенная среда, в которой вы варитесь и среда, которая помогает вам еще больше преуспевать и с чужими, как сказать, с помощью других людей, и с чужими победами, и с чужими ошибками. Так же учиться. То есть такой вариант есть. Дальше. Кто-то там про диагностику спрашивал. Кто из вас хотел бы 15 минут моего личного времени? Что я могу для вас сделать? Я могу посмотреть вашу жизненную ситуацию. То есть если какая-то у вас конкретная там проблема, что-то не получается посмотреть. Могу посмотреть по чакрам ваше состояние, что у вас с энергетикой происходит. Диагностировать какие-нибудь там порчи, клятвы, я не знаю, то, что вам кажется у вас есть и вас очень сильно мешает, можно сделать. Спросить для вас ответы на какие-то ваши вопросы, то есть как медиум поработать для вас, пообщаться. То есть ради бога. Так вот, специальное предложение, которое я вам сейчас озвучу, вдобавок к вашей способности, навыку, манифестации, три недели вообще замечательнейшего общения и теплейшей атмосферы дружеской, вы еще и получите 15 минут моего времени, моей диагностики. Ага, кто уже хочет? Большие плюсики в чат поставьте. Буквально несколько слов о том, как это сработало там у других людей, несколько отзывов. Вот просто лицом к лицу тот человек, чей бизнес вырос в несколько раз. Я не буду подробно останавливаться, но реально, то есть это очень вдохновляющая история. Кроме денег, да, после работы с Ильей нашел работу и любимую девушку. То есть это как обретение себя. Вот знаете, что еще, чем манифестация классная. Когда вы начинаете манифестировать, вера в себя возвращает. Начинаешь чувствовать себя лучше, начинаешь чувствовать собственную ценность, ты начинаешь понимать, что вообще бояться нечего, что ты в этой жизни можешь все, что хочешь. Рано или поздно, так или иначе, но ты можешь получить все, что ты хочешь. Дальше вот валютный кредит, Екатерина, тоже вот этот пример я рассказывала, вот посмотрите, живой человек лицом к лицу. Причем у нее интересно, что не просто банк предложил, но у нее все еще сложилось так, что они там буквально за пару часов все документы оформили, и никакой нервотрепки, никаких очередей не было. Деньги деньгами, но еще важны отношения. То есть пример того, что 39 лет, это вообще запредельная какая-то цифра, Александр не общался со своим отцом. И вот Тета Хилинг открыл у него вот этот поток энергии, и папа сам вышел на связь, он мне потом, ну это тоже один из моих учеников, вот я с ним там подробно общался, он рассказывал, как они вместе пообщались, сколько это его продвинуло, да, вот это просто прекрасно, когда столько лет ты был заблокирован, изолирован от энергии своего рода, и потом она приходит в свою жизнь. Вот, это только некоторые из вариантов. Ну так вот, если сделать вам конкретное предложение, как вы уже понимаете, да, это коммерческое предложение, поэтому кто сейчас будет в шоке от того, что вам что-то продают, вы можете удалиться, но я думаю, что многие почувствовали в этом что-то для себя. и у меня для вас сегодня еще один подарок. Для участников сегодня, да, для верных друзей Галины Просперитов, которая так любезно меня сегодня пригласила, я в дополнение ко всему, к самому тренингу, ко всей поддержке, которую оказываю, я еще сегодня предоставляю вам скидку, стипендию в размере 2,5 тысячи рублей, то есть вы оплатите полную стоимость, а на 2,5 тысячи рублей меньше. Поэтому сейчас, Галина, пожалуйста, дайте ссылку в чат, послушайте себя и перейдите по ссылке, оставьте свои контактные данные и оформите заказ. Не такая критическая стоимость, чтобы на это жалеть денег, это гораздо дешевле, чем само такое обучение. Не торопитесь пока что на сертифицированный курс, научитесь манифестировать. Вы себе манифестируете деньги и на сертифицированный курс, и на очередь из клиентов, и так далее, и так далее, и так далее. Что я вам хочу сказать? Нажимайте сейчас на ссылку, оставляйте свои контактные данные, оформляйте заказ, выбирайте способ оплаты, и мы с вами еще сделаем практику, бета-практику, то есть более подвижную на закрепление намерения вашего тела. полетали, полетали, надо это как мерение закрепить, потому что если какое-то движение появилось, а потом откат назад, то это очень нехорошо, скажем так, то есть это очень больно бьет. Я не хочу вас сейчас к чему-то принуждать, слушайте себя, что вот еще что я вам хочу сказать, что стопроцентная гарантия на этот курс есть, если вы после первого занятия чувствуете, что вдруг не туда попали, были под гипнозом, Ева заворожила, заставила оформить заказ, оплатить его, а на самом деле что-то это не так, 100% ваших вложений я вам верну безо всяких вопросов. Нет, эта сумма уже со стипендии. Да, цена 5,750 это уже со стипендии, потому что стоимость того пакета это 6 мастер-классов, это поддержка, 3 недели поддержки в скайп-чате, это моя индивидуальная диагностика вашей ситуации, стоимость этого пакета по нормальной цене, которая будет уже непосредственно перед началом тренинга, это 8,250 рублей. Если переводить это в доллары, это чуть больше, чем 150 долларов. На самом деле это совершенно не так много. Если вы находитесь в какой-то другой стране, просто возьмите сегодняшний курс центробанка и пересчитайте в свою валюту, в доллары, в евро. То есть стоимость очень лояльна, особенно если вы за рубежом. то есть за что вы получаете, еще раз повторю, вы получаете не просто помимо впетлений, помимо огромного количества энергии, я вам обещаю, она у вас просто будет бить из вас фонтаном и уже сама по себе притягивать в вашу жизнь разные обстоятельства, вы получаете конкретный навык, навык, который будет вам служить всю вашу жизнь. и навык, благодаря которому вы можете открыть себе двери в какие-то другие пространства измерения, навык, который будет заточен именно под вас, и на пути к этому навыку вы еще очень много штук в себе расчистите, всех тех страхов, сомнений, иллюзии разделенности, иллюзии страха того, что не получится, что нет способностей, я подозреваю, что для многих будет очень ценным вскрыть и трансформировать свои силы, потому что очень много людей, которые в прошлых жизнях обладали огромной силой, и эта сила, она никуда не делась, но в результате какой-то боли, которая была в прошлых жизнях, чаще всего это так, если мы глубокий уровень берем, мы в этой жизни просто закрываем себя, перекрываем вот этот канал, и такие вот внутренние блоки, что если я начну проявлять свою силу, я разрушу мир, кстати, очень интересная программа, тоже можете проверить, позже проводить не буду, он будет в записи, еще раз повторю, он в записи будет работать точно так же, он не будет дешевле в записи, я предупреждаю сразу, потому что изначально идет проработка такая, что эффект для вас одинаковый, что в записи, что в живую, в живую просто приятнее, в ближайшее время повторять его я не буду точно, год это точно. Счет придет на электронную почту, да, то есть выбирайте способ оплаты, самое главное оставляйте, пожалуйста, свои корректные данные, проверьте свой электронный адрес, проверьте свой телефон, даже если вы из другой страны, иногда возникает необходимость связаться с вами по телефону, вот, поэтому оставьте пожалуйста свой телефон тоже, думайте сами, решайте сами, ни к чему вас не склоняю, кто уже вписался, буквально несколько слов, мне важно понять, почему вы сделали этот выбор, что вы почувствовали, зачем это вам нужно, что вам даст этот тренинг, чего хотите для себя, буквально несколько слов напишите и мы с вами пойдем в практику, чтобы вот это намерение, желание закрепить. Вижу уже заказов, так, Татьяна у нас здесь есть, напишите пожалуйста, Людмила есть, так, Эрика, так, да, уже, кстати, кто-то оплатил, ага, Эрик, я вас поздравляю, знаете, с чем, вы уже оплатили, а я еще не сказала, вы уже оплатили, те, кто сегодня не просто оформляет заказ, но и оплатить сегодня, те получают в подарок очень просто классную штуку, люблю ее безумно, мне однажды пришло, что нужно сделать такой продукт для людей, который поможет поддерживать вот это состояние, вот эти высокие вибрации, вот буквально круглосуточно, записал утреннюю медитацию, тета-медитацию, которая настраивает на день, на предназначение этого дня, которая открывает дорогу в день, которая помогает привлечь все ресурсы, встречи для этого дня, записала вечернюю медитацию, которая помогает снять усталость и физическую, эмоциональную, ментальную, наполниться энергией, вот вечерняя медитация, которая помогает чувствовать еще вот со своими вот этими внутренними общаться с состояниями, и еще в бонус в этот удивительный комплект медитации пошла практика по благословению, чтобы вы могли благословлять себя, своих родных и близких, своих детей, независимо от их возраста, благословлять, не знаю, своих клиентов, бизнес-партнеров, благословлять еду, это вот к вопросу о том, кто с весом, да, работает, что когда вы еду благословляешь, кушать хочется гораздо меньше, и съедаешь чуть-чуть, ты насыщаешься, у тебя энергообмен по-другому начинает происходить, благословлять незнакомых людей на улицах, я благословляю так, я сама на машине не езжу, я предпочитаю это делегировать, иногда бывает, садишься в такси и видишь очень странный, как сказать, такой странный, нервный таксист, но я их понимаю, у них работа такая, и благословляешь его, благословляешь машину, и всегда вот ни сучка, ни задоринки, ну, то есть вот, несколько таких медитаций в этом наборе, и он стоит 1400 рублей, в принципе, вы можете его приобрести отдельно, но сегодня те, кто выписывает и оплачивает счет, ну, давайте до 12 дня завтра, если вдруг кому-то нужно подумать по московскому времени, те, кто оплачивает счет сразу, те дополнительно получают эти медитации, мы с вами начинаем курс 10 марта, и до мастер-группы сама 10 марта начинается, и до этого времени у вас уже будет возможность очень так хорошо себя прокачать это состояние, и еще легче пойдет процесс, ну, это с большой любовью, вот честно вам от души говорю, сделанный комплект медитации, который действительно поможет вам в это состояние больше находиться, и так, чувство резонанса, пришло время действовать, сохну на работе, что-то надо делать, ну, прекрасно, я рада, я надеюсь, что к нам еще кто-нибудь присоединится, вы, девочки, молодцы, самые смелые, первые это сделали, принимайте решение, в моей жизни не изменится ничего, вот, моя задача, вот, я даже, вот, я провожу вебинар, все, я как бы на этом ставлю точку внутри себя, потому что я для вас вот такой портал открываю, возможности, энергетический портал, что вам с ним делать, что искать, какие ответы получать, дело ваше, абсолютно, вот, но в глубине души я все-таки хочу того, чтобы больше людей, вот, свой источник открывал, теми способами, которые там для вас полезны. Итак, практика, намерения, готовы? Итак, настало время действовать, использовать возможности. что сейчас вам нужно сделать? Так, я сейчас сижу не очень удобно, надо как-то мне на стул сесть. Сядьте на стул так, чтобы у вас было перед вами такое свободное пространство, чтобы вы могли легко встать. И сейчас мы с вами немножко по телу поработаем, чуть-чуть у нас уже оно так засиделось. сидя на колене, и вы будете давить на свои ноги, и вот это давление олицетворяет все то, что на вас давит в вашей жизни, давит извне, я не знаю, там, долги, злой начальник, не знаю, какое-то окружение ваше, какие-то претензии, придирки, то, что давит извне, и то, что давит изнутри, это ваши страхи, сомнения, опасения, нерешительности, и все-все-все, что вас изнутри грызет. Вот одно и другое, да, вот левая рука это то, что изнутри, допустим, правая это то, что извне, но и обе одинаково сильно давят. Сейчас, вот несмотря на это давление, в глубине себя, где-то может быть в солнечном сплетении, вот район сердца и солнечного сплетения, найдите желание другой жизни, найдите желание той жизни, в которой вы внутренне свободны, свободны от внутренних страхов и от внешних страхов. Просто желание попасть, попасть в это состояние, прийти туда, к этому моменту своей жизни, когда-нибудь, желательно, побыстрее. И сейчас наша задача вставать навстречу этому состоянию, вы продолжаете давить руками сильно на колени, но преодолевая вот это сопротивление, ваша задача встать. И когда вы встали, позвольте вот этому состоянию из груди, из солнечного сплетения раскрыться и такой аурой окружить вас, аурой вот этой легкости, внутренней легкости, тем состоянием, в которое вы хотели прийти. Сядьте. И мы с вами повторим это еще два раза для закрепления. Снова давим сильно, много чего давит, изнутри давит, снаружи давит, со всех сторон давит, но ваше желание определяет все. Ваш вот этот внутренний вектор, ваше внутреннее намерение. и на счет три начинаем вставать, преодолеваем. Раз, два, три. Встаем. Ух! И почувствуйте, как разливается по телу легкость, свобода внутренняя. И еще раз. Давит, давят страхи, давят сомнения, давит внешняя среда. Но есть зов вашего сердца, есть зов вашей силы. Ваша задача встать навстречу этому зову. На счет три. Раз, два, три. И вот прямо сейчас стоя вы сами для себя можете решить, что вы хотите сделать со своей жизнью, на что направить эту свободу. Стоит ли это ощущение того, чтобы прийти к нему? Стоит ли оно каких-то усилий по проработке, трансформации своих страхов и сомнений? Решать вам? я желаю, чтобы ваше сердце оставалось широко открыто, чтобы вы шли навстречу своей собственной судьбе путем своего собственного сердца. И я вас правда обманула, обещала, что мы к десяти закончим, но как-то у нас так с вами прям плотно сегодня получилось, поэтому приношу извинения за такой длительный сеанс, но надеюсь, что вам понравилось. Напишите, пожалуйста, в чат, чем полезен для вас был сегодняшний мастер-класс. За что вы благодарны себе, что вы пришли, за что вы благодарны мне, что вы узнали от меня, за что вы благодарны Галине, что благодаря ее идее, ее светлому гению наша сегодняшняя встреча состоялась. Обязательно выразите, потому что чувство благодарности, признательности это один из ключей к нашему изобилию. не забывайте благодарить себя за то, что вы пришли, за то, что вы уделили время себе, своей душе, пробудили вот эту свою внутреннюю силу. Ну что ж, я думаю, что вы сейчас в таком состоянии, что у вас все вопросы сами уже, все ответы придут. Прекрасно. Будем с вами продолжать. Ищите меня в интернете, меня достаточно легко найти. Вопросы задавайте через Галину, она мне все передаст. То есть, если у вас какие-то еще интересы возникли, помимо курса основы медитации, вы что-то там, консультацию хотите, сертифицированное обучение, уже прям чувствуете, что вы готовы пройти. Прекрасно. И хочется разобраться во многом. Вот еще я вам что хочу сказать, пока вы будете разбираться и мозгами все это раскладывать, не забывайте радоваться жизни, чувствовать свое сердце, чувствовать вот эту легкую поющую радость внутри, которая есть. Даже в процессе разбирания, даже если вы сейчас, ну, я не знаю, простите меня, в попе, я тоже бывала в своей жизни в попе, я тоже приходила в магазин и считала, там, хватит ли мне денег на шоколадку. Всякое бывало, я не родилась с золотой рубашки, но возможно многое, так или иначе, рано или поздно, мы достойны ровно того, чего мы позволяем себе быть достойными, и никак иначе, вселенная нас ни в чем не ограничивает. Ну что ж, дорогие друзья, до новых встреч, я думаю, что мы с вами еще будем видеться, вот, я в просторах интернета бываю часто, благодарю вас за ваше внимание, за ваше желание, за ваше такое, ну, чувствуется, когда внутри есть вектор у слушателей, то тогда она и практика идет гораздо глубже, поэтому я благодарю со своей стороны вас, благодарю Галину и до новых встреч. Живите сердцем и меняйте свою жизнь с любовью. Всего доброго. Елена, спасибо огромное за такое прекрасное выступление, за такое вдохновляющее. Спасибо, спасибо, друзья. и вам большое спасибо, что вы пришли, участвовали активно и мы все почувствовали энергию друг друга, правда? Сейчас еще разброшу ссылку. Вот спрашивали про обучение кета-хиллингу, Ева сказала, что умение манифестировать это уже часть кета-хиллинга, поэтому те, кто хочет пойти на дальнейшее обучение, для начала берите этот курс, а потом уже попозже, когда Ева определится, когда она будет проводить конкретно уже, конкретика, тогда мы вас пригласим, кто сможет приехать в Москву или какой-то другой город, Воронеж, если кто-то хочет пройти ступень кета-хиллинга, но не имеет возможности такой поехать в Москву или Воронеж, попробуйте организовать у себя в городе, и Ева к вам приедет, а вы еще получите свой организационный процесс. Да, сегодня мы все узнали, кто не знал, что такое где-то хиллинг. Это просто потрясающе, откровенно говоря, мне тоже возникло сильное желание пойти на это обучение. Я-то наверное смогу в Америке пройти его. Да, но захотелось именно Киеве действительно, потому что она такой человек, что такая энергия от нее идет, что действительно хочется с ней общаться. И самое еще важное, что действительно когда человек имеет хорошие результаты, может жить так, как он захочет благодаря вот этим умению использовать и работать с этой методикой, с этими практиками. Именно к такому хочется человеку идти на обучение. Поговорим хорошо, Ева. Так, давайте-ка еще раз сброшу. Чудесная энергетика, да, Олечка, согласна. Ссылки бегут быстро, чат бежит вернее быстро и ссылка быстро исчезает, поэтому я его опять сбрасываю. так, если какие-то вопросы будут возникать, то пишите мне сюда почту. Да, кстати, могу сказать, что 4 марта Ева выступает еще раз на этой площадке. Там уже будет другая тема. Продолжение следует... так, по поводу записи. Запись получат все, кто зарегистрирован на странице регистрации на этот вебинар. Или вы можете быть зарегистрированы группе в скайпе. в скайпе. скажем так, быстрее можно найти еще такой момент есть. Так, вот, группа ВКонтакте. Какие еще вопросы есть? Напишите, пожалуйста, ваши вопросы. Я повторю, что это тренинг состоит из шести занятий. еще скайп-поддержка есть, где вы можете всегда задать свой вопрос. То есть, тоже группа в скайпе будет организованная. И еще плюс в эту сумму 5,750 входит индивидуальная консультация. Ну, согласитесь, что это сделала запись, но, наверное, где-то через полчасика уже будет готова, пока она закачается на YouTube. То есть, согласитесь, что обычно индивидуальная консультация у специалистов бывают 3, 4, 5 тысяч, а тут вы за 5,750 и индивидуальную консультацию получите, где вы скажете о своих проблемах и Ева скажет вам, как правильно с этим работать. И плюс еще 6, целых 6 занятий получите из поддержку постоянную. Ага, 15 минуты диагностика понятна. Ева, я вам там написала по внутренней связи. Ответьте мне, пожалуйста. конечно, это ценно. окно. Так, ну вот я поздравляю уже, ого, сколько человек. Уже оплатили даже. Ну, я вас поздравляю, замечательно. Замечательно. так, ну, кто еще думает заказать, сейчас я еще раз хочу сказать, что там есть практически все виды оплаты. вместе с вами Виза, Мастеркард, WebMoney, Яндекс.Деньги, Золотая Корона, Вестер Юнион, так, ага, Виза Мастеркард через международную систему Paypal и просто с банк карты по реквизитам и банковский платеж. Да, если что-то не подходит, пожалуйста, пишите. Вы знаете, как со мной связаться, это мой email или мой skype, и мы вам предложим любой другой платеж. На самом деле есть возможность оплачивать намного больше систем использовать, чем там предстояльно, просто в программе не всегда есть все сервисы. Есть даже PrivatBank тот с Украины. Я думаю, что пройдя вот этот тренинг, научась манифестировать ваше желание и уже будете приходить потом совсем с другими вопросами и целями сюда и с другими интересами, потому что вы сможете изменить свою жизнь во всех направлениях и здоровье, и личные отношения, и реализации, и деньги. Хочу видеть ваши вопросы. Тренинг начинается 10 марта. что вы еще успеете подготовиться и свое расписание составить свое расписание. Так, меня слышат в чате? Пожалуйста, напишите, поставьте плюсики, что вы меня слышите. это что-то тишина, никто ничего не пишет. Спасибо. Ну, в принципе, нет, потому что PayPal – это, по-моему, единственная система, где сразу видно, кто оплатил. Все остальные не видно. Видны ваши кошельки и номера счетов, но не видно ваше имя, ваши фамилии и ваш email. Ну, там я же сказала, что если вам что-то не подходит, то я вам дам дополнительно. Приватбанк – это дополнительно. Сейчас я сброшу. Каждая система пласта имеет свои нюансы, когда что-то входит, что-то не входит. Так. Так, минутку. Карточка новая, забыла поменять ее. Сейчас я найду вам приват, забыла приготовить. Вернее, есть, но мне просто прислали сейчас новую карточку. Я забыла ее вставить в данные. Так. Субтитры создавал DimaTorzok нашла приватбанк пожалуйста так да все остальные нужно сообщать об оплате опять администрая системы попал требует ксерокопии паспорта а ну да когда вы только начинаете работать с припала не требует подтверждение что вы это вы это только один раз нужно сделать банки а там татьяна там есть возможность оплатить сейчас я вернусь туда сама внизу самая последняя вот банковский платеж физические лица р.ф. или до а предпоследнее вот есть оплаты через собственно онлайн банк с карты посмотрите подходят вам этих способы там как раз карты на карту получается а а Продолжение следует... Так, какие еще вопросы? Лара, я не поняла ваш вопрос. Это карта приватбанка? Ну, я не знаю. Давайте я сейчас посчитаю через конверт, а сколько это будет в гривнах. Спасибо. 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 Продолжение следует... татьяна от вас я жду ответ устраивает ли вас там два последних варианта 11 вернее из двух последних вариантов сделать оплату лара я живу в америке не зная таких вестей все что я узнаю через вас пока мне таких вопросов все никто не задавал вы же в украине живете поэтому попробуйте так и так и мне как раз общите ответ написала ну татьяна там там же есть карточки на карточку заплатить я вас спрашиваю получается у вас заплатить кредитные ваши карточки использовать два нижних варианта я ваш ответ так лара сейчас посчитаю через мир так сколько-то у нас рублях пять семьсот пятьдесят 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 двадцать гривен евро восемьдесят евро Спасибо. 92,00 в долларах. Так, Лара, вам понятен мой ответ? Так, разбираемся дальше, Татьяна, нет, невозможно, так как все только перевод средств. Ага, хорошо, сейчас я тогда прошу у Елы, все-таки она в России живет. Ну, Татьяна, кстати, с PayPal вам нужно сделать все эти документы и потом спокойно мы сейчас заплатили бы. Продолжение следует...